Девушки отдыхают Девушки отдыхают Аксиома. Америка исчадия ада. Прогнивший Запад. Газеты и телевидение разоблачали его регулярно и неистово. Еще недавно эти люди имели работу, еще недавно у них был твердый заработок. А сейчас многие дошли до крайней степени отчаяния. Но в итоге, по мере того, как таяла вера в собственную власть, у советских людей начала пробуждаться сперва скрытая, а потом и явная симпатия к вчерашнему вероятному противнику. Она быстро переросла во что-то большее. Девяностые стали эпохой наивной, по-русски безграничной, но все-таки безответной любви. Простите, если не возражаете, несколько слов для советского телевидения. Мы с большим интересом читаем сообщения о переменах в Советском Союзе. Я простая, ростая девчонка. За границей сроду не была. Ты американец, ты мальчонка. Увози меня и все дела. Я буду плакать и смеяться, когда усяду с Мерседес. Обманутая любовь – это то, что вашингтонская элита чувствует по отношению к России. Эти люди действительно считали, что в 90-х годах Россия станет либеральной демократией и превратится в абсолютную американскую колонию. В 90-х Россию заставили пройти через все круги ада. Рецепт был тот же, что в Латинской Америке – разрушить экономику, здравоохранение, само государство. Их целью были только природные ресурсы. Это была гигантская спланированная операция. Мир сам тянется ко всему американскому. Американским ценностям, американскому образу жизни. И многие страны находятся под большим впечатлением от наших успехов, в чем бы они ни выражались. Будь это джинсы, Кока-Кола или Американская Конституция. Странно, что кому-то кажется, будто у нас есть какой-то тайный план. Но если людям по всему миру просто нравится Макдональдс, причем тут имперский заговор. Голливудский имидж Америки очень привлекателен. Да и сами американцы вполне дружелюбные люди. Недоумение или страх вызывает не американцы, а американская политика. Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло больше полумиллиона детей. Больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это? Я думаю, это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано. Это не империя колоний. Это не совсем империя в смысле экономики. Но это империя военных баз. Мы разместили войска более чем в сотни стран. Может быть, это и не империя. Но тогда это самая точная имитация империи, которую мне приходилось видеть. В 2005 году Пентагон отправил на заграничные военные базы 191 тысячу американских солдат и офицеров. При этом из числа местных жителей на службу было взято 81 тысяча человек. Таким образом, общая численность американской армии, дислоцированной по всему свету, составила 1 миллион 840 тысяч 62 человека. И это не считая 423 тысяч гражданских контрактников. Военный бюджет США превышает военный бюджет о 14 следующих после США государств в совокупности. Кому нужна такая армия, кого и от кого она охраняет? Этот фильм о том, как государство, которое на протяжении своей истории у многих вызывало симпатии и даже восторг, неожиданно превратилось в мирового жандарма. Почему демократия должна расширяться именно так? Когда это началось и чем может закончиться, как для американцев, так и для остального мира? Нам принадлежит половина мирового богатства, хотя мы составляем лишь 6% населения Земли. Нашей настоящей задачей в ближайшее время станет создание в мире такой системы отношений, которая позволит нам сохранить эту диспропорцию без ущерба для нашей безопасности. Чтобы добиться этого, мы должны расстаться со всей сентиментальностью и романтичностью и сосредоточиться на важнейших национальных интересах. Мы должны перестать мыслить туманными категориями, вроде прав человека, роста благосостояния или демократизации. Недалек тот день, когда нам придется действовать с позицией силы. Чем меньше в нас останется идеализма, тем лучше. Этот конфликт – причина того, что многие из вас наденут военную форму, и многим придется отправиться за границу, чтобы защищать мир. Эта стратегия начала формироваться в США в конце 40-х годов. Вокруг таких учреждений, как Совет по международным отношениям, Форд Фаундэйшн или Центр Рокфеллера. Мы знаем об этом, потому что существуют открытые документы, подтверждающие это. На уровне этих институтов, на уровне Госдепа, после войны был разработан план, и план был весьма откровенным. Его смысл заключался в том, чтобы не допустить повторения Америкой ошибок своей предшественницы – Британской империи. Американская империя отныне должна строиться не только на грубой военной силе, но и на принципах демократии, свободы, самоопределения для всех государств в колонии. И, конечно, на принципах свободного рынка. Однако за этой ширмой управлять империей должны были американские транснациональные корпорации и созданы американцами над национальной организацией вроде Международного валютного фонда. При этом США должны достигнуть так называемого «безусловного доминирования». Отныне они не позволят никому обладать суверенитетом, способным поставить это под вопрос. Сначала речь шла о доминировании в так называемой «большой зоне» – западное полушарие, Дальний и Ближний Восток. После распада СССР это уже просто весь мир. Американская элита считает, что для того, чтобы Америка была в безопасности, она должна контролировать не только весь мир, но и, например, космос. Вице-президент Ченни называет это «доктриной 100%. Это означает, что Америка не может допустить даже 1% вероятности, что она будет атакована». Можно сравнить это с тем, что говорили британцы в 19 веке. «Если вы попробуете построить флот, способный бросить вызов флоту империи, знайте, мы нападем на вас». Успех создает искушение. Чем богаче, чем сильнее и увереннее ты становишься, тем легче тебе поверить, что это было неизбежно, что это логично и не случайно. Империя становится образом жизни. 92-й год. Мир вздохнул с облегчением. Ядерной войны не будет. Россия и Америка готовились упасть друг другу в объятия. В это время никому неизвестный заместитель американского министра обороны готовит проект новой доктрины национальной безопасности. В нем говорится, что основной военной и политической задачей США после Холодной войны станет не допустить появление государств-соперников в Западной Европе, Азии или на территории бывшего СССР. В документе указывалось, что США разработают механизмы, чтобы удержать потенциальных конкурентов даже от мысли о большей региональной или глобальной роли. Авторы этих строк звали Пол Вулфовиц. И вот в этот самый момент, в 92-м году, он пишет, что главный враг США – это Россия. Я подчеркиваю, не СССР, а Россия. И Вулфовиц обсуждает в этой записке возможность начать войну против России для защиты независимости Литвы. Труд Вулфовица не пропал даром. В 2002-м его предложения станут частью стратегии национальной безопасности. Этот момент можно считать кульминацией американской истории. Империя впервые, открытая и без стеснения, назвала себя империей. Параллели с Римом не просто не случайны, они нарочиты. Здесь, в Вашингтоне, это чувствуешь повсюду. Но только американский Рим задумывался как республика, а не как империя. Именно отсюда и принцип разделения властей, и система сдержек и противовесов, и президентская вета, и, например, рабство как фундамент государства. Когда отцы-основатели США Джон Джей, Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон писали свое знаменитое федералистское послание в поддержку Конституции, они подписывались «Публиус Валериус Публикола». Так они боготворили Рим. Даже небольшой ручей, который когда-то протекал через центр Вашингтона, они называли Тибром. Так появилось то, что в 21-м веке будут называть «Пакс Американо» — американское столетие, которому напрямую предшествовали «Пакс Романа» — столетие римское, и «Пакс Британика» — британское столетие. Это не преувеличение. Вот интернет-сайт организации «Проект Новое Американское Столетие». Мы считаем, что американское лидерство — это благо как для Америки, так и для мира. Оно основывается на военной силе, дипломатической энергии и моральных идеалах. И кто же разделяет эти идеалы? Вице-президент Дик Чейни, Джеб Буш, брат президента, Стив Форбс, издатель журнала «Форбс», Залмай Халил Зад, посол США в ООН, экс-министр обороны Дональд Рамсфилд и Пол Вулфовиц, еще недавно руководивший Всемирным банком. В 90-е годы, когда я ушел из ЦРУ, я был уверен, что война закончилась, и я могу заняться чем-то другим. Но потом я вдруг насторожился. Президент Буш привел в Белый дом команду людей, которых его отец Буш-старший всегда держал на дальних подступах. Мы называли их сумасшедшими, и это не шутка. Их так называли на всех этажах власти. Сегодня этих людей называют иначе — неоконсерваторы. Согласно их учению, война в Ираке — это только разминка перед большой битвой между добром и злом. Само движение неоконсерваторов зародилось в Америке в середине 60-х. Его основателем стал мистический профессор Чикагского университета Лео Страус. Человек настолько скрытный, что сохранилась только одна его фотография. Неокона считает, что либеральное американское общество встало на путь нравственного саморазрушения, и чтобы предотвратить его государство, должно предложить новую систему ценностей или мифов. Одним из таких мифов стала постоянная борьба со злом, которую Америка должна возглавить, распространяя самую главную ценность — демократию. Неоконсерваторы — это очень особенная группа. Их главный принцип — США заслуживают абсолютной гегемонии во всем мире. 11 сентября дало им возможность создать совершенно убийственную комбинацию, почти как в Германии перед Первой мировой. Америка абсолютно могущественна, но ей угрожает абсолютная опасность. Вы однажды сказали, что были консерватором с первого класса. Что это значит — быть консерватором в Америке? Консерваторы всегда были больше озабочены защитой национальных интересов США, чем либералы. Они чувствуют, что мир для Америки достижим через силу, слабость провоцирует агрессию. Однако далеко не все, не а консерваторы были такими с детства. Многие в молодости увлекались левыми идеями, в интерпретации некогда популярного в Америке диссидента — Льва Троцкого. Шли годы, менялись взгляды. Но идеи Троцкого о перманентной революции, похоже, прочно поселились в этих головах. Троцкого не стало, но само по себе движение троцкистов было быстро взято под контроль западными разведками, в первую очередь ЦРУ. Среди троцкистов было много интеллектуалов, которых можно было использовать в холодной войне из-за их ненависти к Сталину, например, как публицистов и общественных деятелей. И одним из главных таких агентов ЦРУ был человек по имени Ирвинг Кристал. Однажды Ирвинг сказал, что он счастлив, что фильм «Рэмбо» такой популярный. Это лицо Америки, и мир должен к нему привыкать. Промежуток между 11 сентября и своей речью, где впервые появился термин «ось зла», Буш полностью перенял идеологию неоконов. Он стал одним из них. Если взять все его речи и напечатать, получится Евангелие от неоконов. Он говорит о спасении человечества, о демократизации всего мира с помощью упредительных войн и переворотов. Они думали тогда, ну и что, что придется сфальсифицировать данные разведки? Кто потом об этом вспомнит? Кто потом придет и скажет, что вся война против Ирака была построена на вранье? Что не было никаких алюминиевых трубок, никакого уранового порошка? Это был очень циничный подход. А почему? Потому что не было сдерживающей силы СССР. Мне смешно признаваться в этом, но если бы СССР существовал, войны не было бы. Разочарование не совсем правильное слово. Ярость тоже слишком слаба. Нет такого слова в английском языке, чтобы это передать. Дискредитирована моя профессия, разведчика-аналитика. Но главная цель. Это сделано, чтобы обмануть законодателей. Наше правительство перестало работать нормально. К сожалению, никто из моих друзей в ЦРУ не встал и не сказал, что это ложь. Пожалуй, пора предоставить слово самим неоконсерваторам. Мы найдем их вот в этом, внешне ничем не примечательном здании AEI, American Enterprise Institute в центре Вашингтона. Пройдя через просторный холм, мы окажемся на небольшой презентации. Ее проводят экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси и некто Майкл Лидин, тайный советник нынешней администрации. Похоже, нам придется выбирать между Ираном с бомбой и бомбардировкой Ирана. И если мы поймем, что речь идет о нашем выживании, и они хотят на нас напасть, мы разбомбим их, конечно. Любой президент это сделает. Некоторые называют это четвертой мировой. Все причитают переговоры, переговоры, да были уже переговоры, без конца. Наш враг сегодня — Иран и Сирия, но он богат, у него есть нефть. Единственный признак, по которому спешащие по делам вашингтонцы могли догадаться о том, какие интересные планы на будущее обсуждаются сейчас в этом здании, одинокая женщина с плакатом «Не надо бомбить Иран». Впрочем, начиная войну в Ираке, неоконсерваторы преследовали сразу несколько целей. И не все из них на виду. Неоконсерваторов отличает два признака — желание распространять силу и демократию и безграничную преданность интересам Израиля. США — удивительно религиозное общество, причем в процентном отношении количество населения, исповедующего радикальные религиозные взгляды, просто запредельно. Первые американские колонисты были религиозными фанатиками, и также фанатично они уничтожали дикарей. С 80-х годов ультраправые силы в Израиле начали строить альянс с американскими правами, с теми, кого называют белые американские протестанты-евангелисты — ВАСП. Эти люди верят в буквальное истолкование Ветхого Завета, а именно в скорое пришествие Христа и всеобщее обращение в христианство. Перед Армагеддоном считают они у человечества простой выбор — поверить или погибнуть. Вашингтон, июль 2007-го. Это частное мероприятие собрало больше пяти тысяч человек. Главная задача — сбор пожертвований. Главная тема — предстоящий конец света и война с Ираном. Среди гостей — десятки близких к администрации Буша политиков. Например, сенатор Джо Либерман и экс-лидер республиканской партии в Конгрессе Том Дилей. Что привело вас сюда, и насколько второе пришествие Христа влияет на вашу поддержку Израиля? О, очевидно, это то, для чего я живу. Надеюсь, это произойдет завтра. Поэтому мы должны быть вместе. Эта вера не шутка. Это огромный избирательный механизм, который привел Буша к власти. Как известно, в США на выборах президента голосует меньше 50% населения. И эта религиозная прослойка, крайне правые христиане, она, может быть, и составляет всего 13%, но зато каждый из них голосует. Каждый очень активен. Эти люди поддерживают не просто удар, а ядерный удар по Ирану, потому что это соответствует их религиозным верованиям. И поэтому я призываю нас всех немедленно рассмотреть возможность нанесения военного удара по Ирану. Они проповедуют войну против Ирака, Ирана, Сирии и даже Саудовской Аравии. А хотят они этого потому, что в последней битве в Армагеддоне, где они собираются сражаться с мусульманами, самые преданные христиане неожиданно вознесутся на небо. Это очень распространенный миф США, что неожиданно все люди начнут возноситься на небо. Серьезно? Абсолютно. Во Флориде люди приклеивают к багажникам стикеры с надписью «Если я вознесусь, осторожнее с моей машиной». Есть целая ассоциация пилотов американских авиалиний, которые верят, что вознесутся во время полета, и самолеты потеряют управление и упадут. Но это считается нормальным. Но ведь это звучит как полный бред. Это и есть бред. Когда говоришь с этими людьми, есть полное ощущение, что кто-то из нас наелся наркотиков. Но проблема в том, что их миллионы. Вы ожидаете конца света? Да, это вот-вот случится. Христиане будут сражаться с антихристом. Вы уже готовы к вознесению? Да, конечно. Я уже чемодан собрал. А можно тогда я заберу вашу машину? О да, пожалуйста. Можете взять все, что у меня есть. На самом деле, это всего лишь одна из неожиданных сторон того, что в Америке называется политическим лоббизмом. Американская политика держится на лоббистских группах. Это могут быть фермеры, могут быть охотники, могут быть фармацевтические компании. И, конечно, это могут быть самые разные этнические группы. Кубинцы, армяне, индийцы. Одни лоббируют политику в отношении Кубы, другие в отношении Азербайджана, третьи в отношении Пакистана. Армянскому лобби удается ставить в Конгрессе вопросы о геноциде армян, и это очень портит отношения США с Турцией. Украинско-польское лобби в основном отвечало за борьбу с СССР и коммунизмом. Это легендарная Кей-стрит, улица лоббизма в центре Вашингтона. Именно здесь, в неприметных серых зданиях, без вывесок снаружи, находятся офисы компаний, названия которых вам ничего не скажут. Однако именно эти компании в этой политической системе решают подчас гораздо больше, чем даже республиканская демократическая партия. Это можно называть легализованной коррупцией, а можно особенностями демократии по-американски. Однако всем известно, если ты хочешь, чтобы Соединенные Штаты учли интересы твоей страны, первое, что ты должен сделать, принести деньги сюда. Может показаться, что политика здесь — это большой игральный автомат. Чтобы играть, нужно не просто постоянно покупать жетоны. Надо знать, куда их засовывать. Правда, выигрыш все равно не гарантирован. Можно потратить миллиарды и в результате не получить ничего. Но если хочешь чего-то добиться, играть придется. И эта игра идет десятки лет. Играют иностранные государства, корпорации, партии, профсоюзы, армии, спецслужбы, беженцы, диссиденты и оппозиционеры. Все играют на одном поле. Чтобы узнать, по каким правилам, мы отправились в одну из таких компаний. Ну вот вам пример. Албанское лобби — одно из самых влиятельных в США. Оно десятилетиями работает в Конгрессе. Сербы же, наоборот, очень разобщены. Они верят. Правда, сама победит. Но это не так. Ложь, если за нее заплатить, побеждает. Получается, если бы Милошевич вовремя заплатил лоббистской фирме, Белград не бомбили бы? Может, настроение тут немного изменилось бы, но перед войной лоббистским компаниям законодательно запретили брать деньги у сербов. Этнические лобби могут влиять на американское правительство. Не надо заблуждаться только в одном случае. Если это более-менее совпадает с политикой самих США. Например, израильское лобби сильно только потому, что поддерживает тот курс, который и так уже существует. И если вдруг интересы лобби не совпадут с планами государства, лобби ничего не сможет сделать. Так кто же управляет этим огромным авианосцем, этой машиной по распространению демократии? Кто стоит у штурвала? Какие силы определяют, каким странам быть в оси зла, а каким в НАТО? На чьи головы упадут новые бомбы? Где разместятся новые ракеты? И на кого они будут нацелены? Маленькая группа фанатиков-радикалов, помешанных на Ближнем Востоке? Расчетливые стратегии с Пентагона? Национальные диаспоры, соревнующиеся в количестве купленных политиков? В конце концов, чем руководствуется империя? Материальной выгодой или некой высшей идеей? Идеология — странное слово. С одной стороны, да, мы говорим о стремлении всем управлять. Но люди забывают, что когда Буш был избран, проблемой номер один для Америки был не терроризм. Это были перебои с энергоснабжением, блэкауты. На западном побережье, в Новой Англии, в Лондоне. И в этот же момент США начали импортировать больше половины нефти, которую мы потребляем. И первое, что сделал Буш, поручил Дику Чейни создать рабочую группу для решения проблемы. Знаете, как они ее решили? Была такая страна, Ирак называлась. Американская провинция, Пенсильвания. Здесь красиво, тихо, безопасно. Здесь течет медленная, благополучная и предсказуемая жизнь. Жизнь, в которой уже полвека, а может и больше, не было серьезных потрясений. Здесь вполне естественно не знать, где находится, например, Франция, или Китай, или Ирак. В радиусе двух миль всегда есть супермаркет с французским вином, китайской одеждой и пара бензоколонок. Но за этой заманчивой формулой интересная арифметика. Ежедневная мировая добыча нефти – 80 миллионов баррелей. Из них 20 сразу уходят в США. Из этого объема сама Америка добывает только четверть, остальное покупает. Каждый день на американские дороги выезжают 200 миллионов автомобилей. Это треть от их общего числа в мире. За сутки американские водители сжигают бензина столько, сколько 20 крупных государств в совокупности. В абсолютных цифрах США потребляют 26% всей производящейся в мире энергии. В 1997 году это было 12 133 киловатт-часа на душу населения. Один американец потребляет столько же энергии, сколько два японца, шесть мексиканцев или 31 индиец. Чем же оплачивается это гигантское потребление? С 1971 года, когда президент Никсон отказался от привязки доллара к золотому стандарту, это положение поддерживается только военной машиной США. Американская экономика сгнила. Она производит только виртуальные товары. Громадные производства выведены в Китай, Мексику, Восточную Европу. Страна, которая была мировым промышленным лидером, превращается в банкрота. Украинские производства выведены в нашу свободу. Украинские производства, Мексика, Мексика и Капитал, украинские производства в истории человечестве, Украинские производства выведены в Украине. Украинские производства выведены в индустрии в мире. Капитал должен продолжать вкладывать индустрии с фондами, чтобы создать новые инструменты и планы. Украинские производства должны продолжать увеличивать продукцию лучших продуктов в низких ценах, чтобы больше людей смогут купить вещи, которые сделают жизнь легче и счастливее для всех. США погружаются в глубочайшую финансовую зависимость от Центробанков Японии и Китая, которые ежедневно посылают огромные деньги, чтобы мы могли поддерживать свой уровень потребления. А что, если завтра надоест? Что, если завтра, например, правительство Саудовской Аравии потребует перевести расчеты за свою нефть в евро? Американская экономика перестанет существовать в тот же день. В первую очередь причина американской экспансии – интересы бизнеса. Бизнесу необходим доступ к ресурсам, рынкам, инвестиционным возможностям. Корпорации контролируют все. Они назначают политиков, они выбирают Конгресс, они покупают выборы. Их влияние бесконечно. Возьмите нефть. Нет такого понятия, как нефтяное лобби, потому что все эти корпорации – они просто часть американского правительства. Например, госсекретарь США очень часто выбирается из числа руководителей основных корпораций. В США господствует убеждение, что частный сектор экономики, свобода предпринимательства – это ценность номер один, ценность более важная, чем даже политическая свобода. И если какая-то страна пытается поставить под контроль стратегические отрасли, США считают своей задачей любым способом вернуть их западным корпорациям. Далеко не все правительства соглашались с такими предложениями. Но за свою историю США отработали множество способов, как заставить непокорную страну, непокорного политика стать покорными. Самый удобный способ – просто избавиться от него. За последние 60 лет американское правительство попыталось организовать перевороты в 50 странах. Более чем в половине случаев ему это удалось. В любой момент времени в Эквадоре нашими агентами были по крайней мере один вице-президент, глава обеих палат парламента, несколько министров, председатель социал-демократической партии. Этого человека зовут Филипп Эйджи. За всю историю ЦРУ это, пожалуй, самый известный случай, когда офицер американской разведки решает выступить с откровениями о тайных операциях этой организации в отношении других стран. Когда он сделал это, ему было 35. На тот момент он проработал в ЦРУ 10 лет. Мы проводили широкие пропагандистские операции. Так один из главных эквадорских журналистов, Густаво Салгада, работал на нас и публиковал наши материалы за своей подписью. Нашей задачей было создание в стране атмосферы страха и истерии. ЦРУ учредило в США Институт свободного труда совместно с транснациональными корпорациями. Мы приглашали на бесплатную стажировку профсоюзных лидеров со всей Латинской Америки. Но главное, когда они возвращались на родину, они должны были выполнять наши задания. Моим первым прикрытием была должность дипломата в посольстве. Я сразу начал проводить операции. В Эквадоре я провел три года, потом были Уругвай и Мексика. Там я был представителем американского правительства в оргкомитете Олимпиады 68-го года. Мне очень нравилось работать в ЦРУ поначалу. Это давало мне, молодому человеку, возможность знать то, что не знали простые люди. Для простых людей все выглядело совершенно иначе. Пройдет не один десяток лет, прежде чем многие из них узнают, что события, радикально изменившие жизнь в их странах, на самом деле были чем-то другим. Не тем, чем им казалось. Ни народной революцией, ни бунтом патриотически настроенных офицеров, ни внезапным обвалом бирж или продовольственной паникой. Что все это – просто часть одной большой специальной операции, которую в отношении государства, по указанию американского президента, провело ЦРУ. За три года в Эквадоре мы свергли два правительства. Мы устроили военный переворот в 1962-м и еще один в 1963-м. Людям в России очень важно знать, что ЦРУ создали не как агентство по сбору информации, а как способ вмешательства во внутреннюю политику других стран. Способ, которым пользуются тогда, когда по каким-то причинам прямое военное вторжение невозможно. Оказалось, что американская разведка добивается подобных целей даже лучше, чем армия. Впервые эта истина открылась американским президентом в 1953-м году. В августе 1953-го ЦРУ организовало переворот в Иране против первого в истории этой страны демократически избранного правительства Мохаммеда Масадека. Масадек провел через парламент указ о национализации англоперсидской нефтяной компании. Англичане всячески противились этому, они пытались устроить народные выступления и даже революцию. Но национализация все-таки состоялась. Тогда англичане обратились за помощью к американцам. Мы знаем о том, что ЦРУ сделало в Иране главным образом потому, что главный человек, который организовал это, написал об этом книгу. Его звали Кермет Рузвельт. Он придумал переворот и полностью во всем рассказывает. Все такие перевороты одинаковы. В Иране в 1953-м году было законное правительство, которое вдруг осмелилось взять под контроль собственные ресурсы. Поэтому его и свергли. Операция Аякс началась из-за того, что Моссадек начал спорить с компанией British Petroleum. BP отказалась даже обсуждать более справедливое распределение доходов от добычи нефти. До Моссадека Иран получал от них только 4%. Тогда англичане обратились к ЦРУ. Примерно за год ЦРУ сделало так, что всенародно любимого премьера свергла разъяренная толпа. Премьер Моссадек уважительно относился к Америке. Он обратился к ней за помощью, к президенту Трумэну. Но пришел новый президент Эйзенхауэр, и британцы обратились к нему за поддержкой. Им удалось убедить Эйзенхауэра принять участие в устранении Моссадека. Это выглядело парадоксально. Моссадек, которого даже журнал Time назвал «Человеком года», свергнут народом, который еще вчера был готов носить его на руках. Лишь через 30 лет станет известно, что это результат специальной операции ЦРУ. Разрешение на нее у президента Эйзенхауэра попросили два брата госсекретарь Джон Фостер Далес и директор ЦРУ Ален Далес. То, что произошло в Тегеране в 1953-м, на самом деле это эпохальное событие. Это был не просто переворот. Впервые в своей истории правительство США и госдепартамента ЦРУ пошли на организацию тайной операции по устранению неугодного им режима в независимом государстве. Этот опыт был первым, неуверенным, но тем не менее настолько удачным, что в дальнейшем он открыл дорогу для целой лавины подобных тайных операций. Впрочем, сама схема, которую придумал резидент ЦРУ в Тегеране Кермет Рузвельт, внук президента Тедди Рузвельта, останется неизменной. За полвека ее жертвами станут десятки политических деятелей, в разное время решавших, что им больше не нужна опека Вашингтона. В этом смысле Тегеранская революция 1953-го это бабушка всех нынешних цветных революций. Вот кадры хроники. Восторженная толпа свергает Массадека. Через считанные часы из-за границы прилетает шах Пихлеви. Через месяц иранской нефтью распоряжаются американцы. Так появился рецепт. Пройдет меньше года, прежде чем американцы применят его вновь. Это произойдет в 1954-м в Гватемале, где президент Хакома Арбенц сделает немыслимое, национализирует банановые плантации, принадлежащие американской компании United Fruit. Арбенц тоже надеялся на понимание Вашингтона, и у него были причины. За его плечами был Гарвардский университет и годы жизни в Америке. Это не помогло. Несколько месяцев подрывной работы, и Арбенц составил компанию Массадеку. Те страны, которые решились отказаться от американского контроля или даже ограничить его, могут быть уверены в том, что США попытаются сместить их правительство. Как? Если в стране выборы, будут использованы выборы. Они попробуют вмешаться и используют все виды провокаций, чтобы на них победили партии, лояльные США. Другой способ – это проникновение в институты власти, правительство, партии, газеты и телевидение, студенческие организации, профсоюзы. Можно спровоцировать на вмешательство военных. Они всегда болезненно реагируют на хаос, поэтому надо создать хаос. Это всегда требует большего количества людей и денег. Это не так легко, как кажется, взять и сменить в чужой стране правительство. Нужны предпосылки. Например, нужен альянс с оппозицией. Если его нет – с недовольными военными. Так делалось в Бразилии, Греции или Турции. Но главное – вы должны найти недовольных в предпринимательских кругах, людей, которые могут оказать поддержку. Самый последний пример – это, конечно, Венесуэла, где президента Чавеса свергли в результате путча. Он продолжался всего три дня, но был организован частным капиталом в сотрудничестве с военными. На следующий день администрация Буша признала новое правительство. Администрация, которая говорит о демократии, приветствовала военный путь против демократического правительства. При этом каждому ясно, что причина – в венесуэльских запасах нефти. И в том, что Чавес избавился от американских компаний. Скорость и частота, с которыми совершались перевороты, просто поразительны. С середины прошлого века мир стал большим татами, где одна страна отрабатывает броски, подножки, удержания и болевые приемы. Бразилия в 60-х была независимой страной, которая начала отстаивать свои интересы. Нам понадобилось три года, чтобы привести к власти военную хуйбу. И вот в Бразилии в результате переворота к власти наконец-то пришло нормальное правительство. ЦРУ всегда занималась защитой американских деловых интересов за границей. Мы видели это в Чили, где социалист Сальвадор Альенде был свергнут только после того, как он заговорил о национализации некоторых крупных компаний, принадлежавших США, в частности в медной и телекоммуникационных отраслях. И потом это повторялось в огромном количестве стран, особенно в государствах, богатых нефтью. Механизмы самые разные. В Гатемале они создали и вооружили, по сути, частную армию. В Иране они вывели толпу на улице к правительственным зданиям. Они распространяют слухи, различную дезинформацию, чтобы вызвать панику. В Чили они просто устроили военный переворот, но он был хорошо подготовлен. В обществе создавалась напряженность, чтобы дать военным повод для вмешательства. ЦРУ спровоцировало экономический хаос, устроив перебои с продуктами и товарами первой необходимости. Точно так же с помощью экономического саботажа были свергнуты демократические правительства в Болгарии и Албании в 1990 году. Иногда это выглядело просто удивительно. Бывший агент ЦРУ, президент Панамы, Мануэль Нарьего, вдруг возомнил, что Панамский канал принадлежит Панаме. Мистер Нарьего, наркотический диктатор из Панамы. Мы хотим, чтобы он предстал перед правосудием. Мы хотим выкурить его оттуда и восстановить демократию в Панаме. Если посмотреть на карту, то на планете не так много мест, где США однажды кого-нибудь не свергли. И контроль над ресурсами всегда был главным мотивом. Иногда это заставляло ЦРУ вступать в непривычные альянсы, заключать соглашения с силами, которые однажды объявят Америку своим главным врагом. Запуск шаттла Колумбия как и борьба афганского народа против советской оккупации олицетворяет стремление к свободе. Мы знаем о вашей глубокой вере и мы уверены, победа будет за вами. Та земля на севере ваша и вы завоюете ее однажды. Этот опыт положил начало сотрудничеству между ЦРУ и исламским фундаментализмом. Без этого США вряд ли смогли бы объявить джихад СССР. Для одних это был способ разрушить Советский Союз, для других возможность набрать силу, чтобы однажды обмануть империю, бросить Америке вызов. Но кто кого обманул? Кто кем в итоге манипулирует? Сегодня, когда СССР больше нет, а соратники президента Буша, неоконсерваторы, рассуждают о новой мировой войне против, как они говорят, исламского фашизма, самое лучшее отрезвляющее средство это кадры кинохроники. Мы уйдем из Афганистана, вы только перестаньте поддерживать маджахедов. Но вы сначала уйдите, а потом и сопротивления прекратятся. Ричард Перл сегодня на пенсии. Но именно он был советником Буша по обороне, когда принималось решение о вторжении в Ирак. Он и такие, как он, продолжают настаивать на бомбардировках Ирана, на размещении ракет в Европе, на организации цветных революций в Европе, в России, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. У них есть для этого все. Опыт, сила и уверенность. Вы все знаете, что многие годы я выступаю за демократическую революцию в Иране. Мне возражают, мол, это невозможно. Да ладно вам. Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет. И что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату и диссидентов, и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась. Если уж мы таким способом смогли свалить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, этих людей по пальцам пересчитать можно было. Кто может сомневаться, что мы обрушим иранское правительство с таким же успехом? Большинство из нас здесь так или иначе участвовало в холодной войне. И вы знаете, я даже немного скучаю по СССР. Он был очень уязвим к тому, что мы так хорошо делали раньше, и к тому, что мы по-прежнему хорошо делаем сегодня. Конечно, мы должны поддерживать революции. Очень трудно найти революции, которые были бы возможны без поддержки извне. И бархатные революции прошли удачно только потому, что мы поддерживали их морально, политически, финансово. Как вы считаете, если к власти в какой-нибудь стране демократическим путем пришел политик, который провозгласил курс, не устраивающий США, может ли Вашингтон пойти на его устранение? Я считаю, что мы имеем право защищать себя всеми способами, включая смену режима в других государствах, если это необходимо, если есть такая угроза. Болтон говорит честно и открыто. Он бандит и не стесняется этого. Мы сверхдержавы, и мы смятем каждого, кто окажется у нас на пути. Что тут скрывать? Может показаться, что все эти процессы происходят стихийно, что за ними нет стратегии, нет конечной цели. Что борьба группировок в Вашингтоне качает маятник американской внешней политики то вниз, и тогда загорается Ближний Восток, то вверх, и тогда дымятся Балканы, Прибалтика или Средняя Азия. Но на самом деле во всем этом хаосе есть логика, а в ней есть задачи второстепенные, есть важные, но есть одна, самая важная. У крушения СССР и Варшавского блока было много внутренних причин, но ЦРУ годами выращивало внутренние движения для подрыва соцблока, нестабильность, которую они создали в 90-е годы, США использовали для окружения России военными базами, потому что они понимают, Россия это по-прежнему единственная страна, которая может уничтожить США. Конечная цель, об этом говорил еще британский ученый МакКиндер, в историческом, географическом, экономическом соревновании, главный приз в этой игре это Россия. И что бы ни утверждали США, Россия сегодня это цель номер один для американской политики. Ракеты в Европе нужны только для одного получить стратегическое превосходство, возможность нанесения первого удара по России, единственной страны в мире, которая может стереть США с лица земли. Если бы СССР выиграл холодную войну и Мексика с Кубой, а также со странами Центральной Америки вдруг вошли в Варшавский договор, США восприняли бы это как нападение. Мистер Путин разрешил нам зайти в Среднюю Азию, чтобы мы могли доставлять оружие в Афганистан. Но теперь оказалось, что нам очень нужны эти военные базы. Но на самом деле у нас нет жизненных интересов в Средней Азии, за которые американцы готовы сражаться. Провоцировать Россию начала администрация Клинтона, а Буш продолжил. При Путине ситуация в России изменилась, и я чувствую, что в США и Европе растет озабоченность возрождением Великой Державы, у которой есть природные ресурсы. Я хочу сказать это русским. Не будьте наивными. ЦРУ — это инструмент, который уже используется против России, чтобы остановить ее. Поверите ли вы словам этого человека? Сочтете ли их пропагандой? По крайней мере, даже самому ЦРУ так и не удалось уличить своего бывшего сотрудника во лжи. Убить его тоже не смогли, хотя пытались много раз. Когда планировались американские планы и программы нападения в СССР? Первое главное было уничтожение всего руководства страны, обезглавливание Советского Союза. Я полагаю так, что этот элемент не частичка, а элемент, это как вот составная часть всех американских подходов сохраняется по сей пор. Обезглавливание страны это во всех геополитиках и в немецкой, и в английской, и в американской в особенности, он постоянно везде присутствовал. Если это удастся, и страна будет неуправляемой, она рассыпется. А раз она рассыпется, она станет легкой добычей. Вот на это ставится во многом. С каждым своим шагом империя становится все сильнее. Ее тяжелая поступь слышна повсюду. В Монголии, Боливии, Пекине и Киеве, Схенвале и Бейруте, в Косове или в Праге. Как и во времена других империй, народам и целым государствам предложен простой выбор. Подчиниться или попробовать не подчиниться. Чего ждать в последнем случае, мы, кажется, сумели показать. У каждого государства есть болевые точки, нажав на которые, можно опустить это государство на колени. Из бедности и несправедливости вырастить уличный бунт и застаревших межнациональных конфликтов, погромы и жестокую резню. Можно стравить элиты, партии, кланы, бизнес-интересы, спецслужбы и военных. Можно посеять панику и страх, сделать так, чтобы простой человек в какой-то момент перестал понимать, что и почему происходит вокруг. Вернуть своей стране контроль над ее ресурсами это половина дела. Важно отстоять его, ведь для большого пожара, как показывает история, всегда достаточно одной, вовремя поднесенной спички. Субтитры создавал DimaTorzok Есть два пути завоевания и порабощения нации. Первый – мечом. Второй – долгом. Только мы, экономические убийцы, смогли создать первую по-настоящему глобальную империю. В нашем арсенале много приемов. И самый распространенный заключается в том, что мы находим страну с большим запасом ресурсов, например, нефти, и даем в долг большую сумму от имени Всемирного банка или одной из его организаций. На самом деле, деньги никогда не приходят в эту страну. Они идут в нашу большую корпорацию, чтобы построить инфраструктуру в этой стране. Мощные заводы, фабрики, порты. Все они обогащают лишь несколько богатых людей в этой стране, ну и нашу корпорацию. Большинство людей даже не ощутят присутствие этих денег. Но эти люди, целая страна, останутся с огромным долгом, настолько огромным, что они не смогут его выплатить. И это часть плана. Они не могут его выплатить. В какой-то момент мы, экономические убийцы, возвращаемся и говорим, слушайте, вы потеряли кучу денег, не можете выплатить долг, так что продавайте нефть по дешевым ценам в нашей стране. Или разрешите построить нам военную базу. Или пошлите свои войска в помощь нашим куда-нибудь в Ирак. Или поддержите нас в ООН. Приватизируйте ваши электрические компании вместе с водной и канализационной системой, продавайте их корпорациям США или другим международным корпорациям. И таким образом существует целая быстрорастущая система, а методы работы МВФ и Всемирного банка очень просты. Они втягивают государство в долговую яму, и она так велика, что в стране никогда не расплатится. Затем они дают в долг еще, чтобы получать еще больше процентов. И вы настаиваете на этой услуге за услугу, которую вы называете хорошим управлением, которое в основном означает, что они будут вынуждены продать собственные ресурсы, включая многие из их социальных служб, коммунальных компаний, иногда даже школьную систему, даже систему правосудия, страховую систему, и продать это иностранным корпорациям. Все дважды, трижды и четырежды просчитаны. Навыки экономического киллера нарабатывались в ранние 50-е, когда Масадека был демократически избран в Иране. Он воспринимался как надежда демократии на Среднем Востоке, во всем мире, даже стал человеком года по версии газеты «Таймс». Но одним из его вкладов и конечной целью была идея, заключавшаяся в том, что иностранные нефтяные компании должны платить за нефть иранскому народу намного больше, чем они получали от Ирана. А иранский народ должен извлекать выгоду из собственной нефти. Странная, однако, политика. Нам это, конечно, не понравилось, но мы боялись принять наши стандартные меры, послать военных. Вместо этого мы послали агентацию Кермита Рузвельта, родственника Тедди Рузвельта. Кермит поехал туда с несколькими миллионами долларов, и это было очень эффективно, официально и быстро. Ему удалось сверхнуть Масадека и заменить его подходящим человеком. Это было эффективно, действительно. Бунт в Иране. Толпы по всему Тегерану. Военный офицер кричит, что Масадек сдался, и его режим диктатора закончился. Фотографии Шаха демонстрируются на улицах, улучшая настроение. Царю добро пожаловать домой. Здесь, в Вашингтоне, люди смотрели и говорили, о, как это было просто и дешево. Так был открыт новый способ манипуляции странами и создания империи. Единственной проблемой было то, что Рузвельт являлся агентом ЦРУ, и если бы его поймали, разбор международных полетов был бы довольно серьезным. Поэтому решение было вскоре найдено. Использовать частных советников для переправки денег через Семирный банк, МВФ или одну из подобных агентств. Привлечь людей вроде меня, которые работают на частные компании, чтобы, если нас поймают, не было бы последствий для правительства. Когда Арбенс стал президентом Гватемалы, страна была под ногтем у компании United Fruit. Арбенс использовал лозунг, гласящий, «Мы хотим отдать землю обратно людям». И как только он пришел к власти, он начал возвращать людям права на землю. United Fruit это очень не понравилось. И они наняли фирму по связям с общественностью. Начав большую кампанию, по убеждению людей, граждан, СМИ и Конгресса Соединенных Штатов в том, что Арбенс был советской марионеткой. И что если бы ему позволили остаться у власти, у СССР было бы большое преимущество в этом полушарии. В тот момент умы всех были охвачены глубоким страхом. Все боялись красного террора, коммунистического террора. Чтобы ускорить процесс этой кампании по связям с общественностью, пришло указание со стороны ЦРУ и военных убрать этого человека. И мы сделали это на самом деле. Мы отправили туда самолеты, отправили солдат, отправили шакалов. Мы отправили туда все, чтобы убрать Арбенса. И убрали его. И как только он был отстранен, новый человек, заменивший его, восстановил все связи с большими международными корпорациями, включая United Fruit. Эквадором многие годы управляли диктаторы, марионетки США, причем достаточно жестко. Затем было решено провести действительно демократические выборы. Джейми Рольда совершил большую ошибку, сказав, что как только станет президентом, его главной задачей будет сделать так, чтобы ресурсы Эквадора использовались на благо людей. И он выиграл выборы с таким количеством голосов, которые никто не набирал в Эквадоре. И он начал осуществлять свою политику, чтобы убедиться, что прибыль от нефти направлена на помощь людям. Но нам в США это не понравилось. Меня послали в качестве экономического убийцы переубедить Рольдеса, дать взятку, убедить его, дать понять, что вы поняли. Вы можете неплохо разбогатеть, только играйте по нашим правилам. Но если вы и дальше будете придерживаться этой политики, то вам придется уйти. Он и слушать не хотел. И его убили. Как только самолет разбился, место падения было оцеплено. Были допущены только военные из США с военной базы неподалеку и несколько военных из Эквадора. Когда началось расследование, два ключевых свидетеля скончались в автомобильных авариях, не успев дать показания о многих странных вещах. Я, как и многие другие, кто пристально следил за этим делом, абсолютно уверен, что это было убийство. И, конечно, будучи экономическим убийцей, я всегда ожидал, что Джейме что-нибудь произойдет. Будь то переворот или убийство, я не был уверен, но я знал, что его точно свернут, потому что они смогли подкупить. Омар Тарихас, президент Панамы, был одним из тех людей, которые мне нравились. У него была харизма, и он был тем, кто действительно хотел помочь своей стране. И когда я попытался дать ему взятку и подкупить, он сказал, слушай, Джон, он звал меня Хуанита, он сказал, слушай, Хуанита, мне не нужны деньги. Что мне действительно нужно, так это, чтобы с моей страной справедливо обращались. Мне нужно выплатить долг Соединенным Штатам, который вы дали нам в обмен на те разрушения, что совершили здесь. Я хочу быть способным помочь другим латиноамериканским странам, обрести независимость и освободиться от этого ужасного вторжения с севера. Ваши люди нещадно эксплуатируют нас. Мне нужно вернуть Панамский канал обратно в руки панамского народа. Вот чего я хочу, так что оставь меня и не пытайся подкупить. Это было в 1981-м, а в мае был убит Джейми Рольдос, и Омар хорошо это знал. Тарихас собрал свою семью и сказал, наверное, я следующий. Но все в порядке, потому что я сделал то, что хотел. Я вернул канал, и теперь он в наших руках. Тогда он только закончил переговоры с Джимми Картером. В июне этого же года, через пару месяцев, его убили в авиакатастрофе, которая, без сомнения, была построена с шакалами ЦРУ. Многочисленные доказательства говорят нам, что один из его охранников дал ему в последний момент, когда он заходил в самолет, маленький магнитофон, в котором была спрятана бомба. Очень интересно, как эта система продолжает работать в этом же направлении год за годом долгие годы. Только экономические убийцы становятся все лучше и лучше. Перейдем к тому, что случилось совсем недавно в Венесуэле. В 1998-м Хьюго Чавес был избран президентом, придя на смену длинной череде президентов, которые были коррумпированы. В конечном счете, уничтожили экономику страны. Чавес был избран на фоне всего этого. Чавес стал на пути Соединенных Штатов и в первую очередь потребовал, чтобы нефть в Венесуэле была использована во благо венесуэльского народа. Нам, в США, конечно же, это не понравилось. И в 2002-м был совершен переворот, за которым, по мнению большинства и моему в частности, стояла ЦРУ. Путь, которым добились этого переворота, наглядно отражал то, чего Кермет Рузвельт добился в Иране. Боль людей, выходивших на улицы, чтобы бунтовать, протестовать, сказать, что Чавес очень непопулярен. Знаете, если вы можете заставить несколько тысяч людей сделать такое, телевидение может преподнести это, как будто этим охвачена вся страна. И начинается цепная реакция. Но Чавес был достаточно умен, и люди, стоящие за ним, были настолько сильны, что они все это преодолели. Это был феноменальный случай в истории Латинской Америки. Ирак действительно замечательный пример функционирования этой системы. Так, мы экономические убийцы, первым делом идем и пытаемся подкупить правительство, заставляя согласиться на огромные денежные займы, которые позволят нам использовать это как финансовый рычаг для воздействия на них. Если нам не удается, как мне не удалось в Панаме и Эквадоре, тогда наступает план Б. Мы отправляем шакалов. И шакалы либо свергают правительство, либо убивают. И когда это случается, приходит новое правительство. И на этом все закончится, потому что новый президент знает, что с ним может произойти. А в случае с Ираком оба метода провалились. Экономические убийцы не смогли одолеть Саддама Хусейна. Хотя мы очень хорошо старались. Мы пытались заставить его принять сделку, которая очень похожа на ту, которую согласились саудиты в Саудовской Аравии. Но он не согласился и на это. Приехавшие его свергнуть шакалы тоже не смогли этого сделать. Служба безопасности сработала очень хорошо. К тому же он работал в ЦРУ одно время. Его наняли, чтобы убить бывшего президента Ирака. Ему не удалось, но он знал всю систему. Поэтому в 91-м мы посылаем войска и побеждаем иракскую армию. В то время мы предполагали, что Саддам Хусейн сдастся. Мы не смогли его свергнуть в то время. И даже не хотели. Он сильный человек, и нам такие нравятся. Он контролирует свой народ. А мы думали, что он сможет контролировать курдов, сдерживать иранские границы и продолжать качать для нас нефть. И что теперь, когда мы забрали его армию, он сдастся. Однако экономические убийцы вернулись в 90-е без успеха. Если бы им удалось, он бы до сих пор управлял страной. Мы бы продавали ему любые истребители и все, что он захочет. Но у них не получилось. Поэтому мы ввели войска и на этот раз выполнили работу. Подмяли Саддам и создали для себя наивыгоднейшие условия для восстановления страны, которую мы сами существенно разрушили. Это довольно хорошая сделка, если вы сами владеете строительными компаниями. Таким образом, Ирак отражает три стадии. Экономические убийцы провалились, шакалы провалились и, как последняя мера, ввелись в СССР. Таким путем мы действительно создали империю, но сделали это очень хитро и незаметно. Все предыдущие империи были построены за счет вооруженных сил, и все народы это понимали. Англичане знали, что они делают. Французы, немцы, итальянцы, греки. И они гордились этим. Они всегда находили такие оправдания, как расширение цивилизации, распространение религии и что-то в этом роде. Мы — нет. Большинство людей в США не имеют ни малейшего понятия, что они живут за счет подпольной империи. Что сегодня в мире процветает рабство в большей степени, чем когда-либо. Поэтому вы должны спросить себя, если это империя, кто же тогда император? Очевидно, президенты США не являются императорами. Император не избирается, на выборах не правит определенный срок. Самое главное — ни перед кем не отчитывается. Поэтому нельзя сравнивать наших президентов с императором. Но я считаю, что у нас есть эквивалент императора. Это то, что я называю корпоратократия. Корпоратократия — это группа людей, возглавляющих самые крупные корпорации. И на самом деле они ведут себя как император в своей империи. Они контролируют средства массовой информации напрямую или через рекламу. Они контролируют большинство наших политиков, финансируя избирательные кампании, как напрямую через корпорации, так и просто посредством взяток. Их не избирают, они не правят ограниченный срок и ни перед кем не отчитываются. Вы не можете точно определить, на кого работает человек с верхушки корпоратократии. На частную корпорацию или государство, потому что они все время сменяют друг друга. Предположим, есть человек, который в данный момент является президентом. крупнейшей производственной компанией, к примеру, Хэлли Бартон. Через некоторое время он становится вице-президентом США или президентом, но при этом в прошлом занимаясь нефтяным бизнесом. Такое положение дела остается независимо от того, кто сейчас в Белом доме, демократы или республиканцы. Они сменяют друг друга, как вращающуюся дверь. И в некоторой степени наше правительство всегда невидимо. Политика ведется нашими корпорациями на том или ином уровне. И опять же, политика правительства создается корпоратократии, затем навязывается ему и становится политикой правительства. У них очень хорошие отношения. Это не какая-нибудь теория заговора. Эти люди не сговариваются, чтобы планировать свои действия. Они все работают лишь с одной единой для всех целью, которая заключается в максимизации прибыли, не заботясь об обществе и окружающей среде. Этот процесс влияния корпораций с помощью долга, взяточничества и политического свержения называется глобализация. Точно так же, как Федеральная резервная система держит американское общество в условиях контрактного рабства через вечный долг, инфляцию и процентные выплаты, точно так же Всемирные банки ВМФ используют ту же роль на глобальном уровне. Основная схема очень проста. Втянуть страну в свою собственную долговую яму или с помощью подкупленного лидера этой страны ввести структурную перестройку политики, которая сводится к следующему. Обесценивание валюты Когда стоимость валюты падает, падают и цены, обсловленные данной валютой. Это делает местные ресурсы доступными для хищных стран лишь за часть их реальной стоимости. Второе Прекращение финансирования социальных программ Как правило, в них входят системы образования и здравоохранения. Это подрывает благополучие и целостность общества, делая его более уязвимым к эксплуатации. Третье Приватизация государственных предприятий Это означает, что важные социальные системы могут быть выкуплены и управляться иностранными корпорациями в целях получения дохода. в 1999 году Мировой банк настаивал на том, что правительство Боливии продало государственную систему водоснабжения третьего крупнейшего города страны американской корпорации Бехтель. Как только это произошло, цена за водоснабжение для без того бедных местных жителей возросла до небес. И это продолжалось, пока не случился масштабный бунт людей, в результате чего Бехтельское соглашение было аннулировано. Затем происходит либерализация торговли или открытие экономики путем устранения каких-либо ограничений на международную торговлю. Это позволяет злоуотреблять чужой экономикой. Краснациональные корпорации ввозят в страну свои товары массового потребления, тем самым вытесняя продукцию местного производства и уничтожая локальную экономику. Примером может послужить Ямайка, которая после принятия кредитов и условий Всемирного банка потеряла большую часть своего сельскохозяйственного рынка из-за растущего западного импорта. И сегодня бесчисленные фермеры остались без работы, так как они не в состоянии конкурировать с крупными корпорациями. Другим вариантом является создание многочисленных, вроде как никем незамечаемых, неконтролируемых и бесчеловечных заводов с жуткими условиями труда, которые используют не случайно сложившиеся экономические трудности. Кроме того, в связи с нерегулируемым производством разрушение окружающей среды становится постоянным, так как часто ресурсы страны эксплуатируются безразличными среди корпорациями, умышленно получающими на выходе масштабное загрязнение. Самым крупным экологическим иском в мировой истории на сегодняшний день является иск от имени половины населения Эквадора и Амазонии, 30 тысяч человек, против компании Texaco, дочернего предприятия компании Chevron. По их оценкам, сброс был в 18 раз сильнее, чем Exxon сбросил на побережье Аляски. В случае с Эквадором это не было случайностью. Нефтяные компании сделали это намеренно. Они знали, что таким образом сберегали деньги на системе очистки. Вдобавок, беглого взгляда на работу Всемирного банка достаточно для понимания, что учреждение, которое официально заявляет о помощи бедным странам, на самом деле ничего не сделало, кроме увеличения нищеты и разницы в доходах, в то время как прибыль корпораций стремительно растет. В 1960 году разница в доходах между пятой частью населения Земли в богатых странах и пятой частью бедных стран была 30 к 1. В 1998 году этот разрыв достиг 74 к 1. В то время как мировой валовый продукт с 1970 по 1985 года вырос на 40%, нищета выросла на 17%. С 1985 по 2000 количество людей, живших менее чем на доллар, увеличилось на 18%. Даже Объединенный комитет по экономике Конгресса США отметил, что лишь 40-45% проектов Всемирного банка были успешными. В конце 60-х Всемирный банк ворвался в Эквадор с большими займами. В течение следующих 30 лет бедность увеличилась с 50 до 70%. Безработица выросла с 15 до 70%. Государственный долг вырос с 240 миллионов до 16 миллиардов. Вместе с тем доля ресурсов, выделяемая бедным, упала с 20 до 6%. На самом деле, в 2000 году 50% национального бюджета Эквадора было направлено на выплату своих долгов. Важно понимать, что мировой банк это фактически американский банк, поддерживающий интересы США. США имеет право вето над его решениями, так как он крупнейший поставщик капитала. И где же берутся деньги? Вы, наверное, уже догадались, из воздуха, через системы частичного резервирования. Из 100 крупнейших экономик мира по показателям ВВП 51 корпорации и 47 из них принадлежат США. Волмарт, Дженерал Моторс и Эксон экономически более сильны, чем Саудовская Аравия, Польша, Норвегия, Южная Африка, Финляндия, Индонезия и многие другие страны. И поскольку защитные торговые барьеры сломаны, валюты смешаны вместе, управляются на плавающих рынках, экономики государств перегружены в угоду конкуренции с глобальным капитализмом, империя расширяется. Вы просыпаетесь каждое утро под звон будильника и потом орете про Америку и демократию. Но нет никакой Америки. Не существует никакой демократии. Существует только IBM, ITT, AT&T, Дюпонт, DAO, Union Carbine и Эксон. Сегодня они являются странами мира. Вы думаете, что русские говорят о прародителе государства Карли Марксе? Они строят линейно программируемые графики, статистические решения, минимальные и максимальные решения, вычисляют вероятную цену их сделок, инвестиций, точно так же, как и мы. Но мы больше не живем в мире наций и идеологии, мистер Билл. Мир – это игровая площадка корпораций, неумолимо определяемая непреложными законами бизнеса. Мир – это бизнес, мистер Билл. Обобщая объединение всего мира, особенно в условиях экономической глобализации и мифических качеств свободного рынка, капитализм предоставляет собой настоящую империю со своими правами. Ни одна нация на Земле не смогла устоять против убедительного очарования глобализации. Некоторым удалось избежать структурной перестройки и условий Всемирного банка, которые все же определяют экономическую глобализацию, правила игры и кого следует награждать и кого наказывать за непослушание. Сила глобализации настолько велика, что в течение нашей жизни мы, скорее всего, увидим объединение всех мировых национальных экономик в единую глобальную свободную торговую систему. Мир передан в руки власти бизнеса, что управляет природными ресурсами, которые нужны нам для жизни, при этом контролирует деньги, которые нам нужны для получения этих ресурсов. Конечным результатом будет монопольный мир, основанный не на человеческой жизни, а на финансовой и корпоративной мощи. Правящий класс был вынужден найти новый способ справиться с каждым, кто кидает вызов системе. И таким образом был сотворен террорист. Термин террорист пустая абстракция, созданная для любого человека или группы, которые выбрали путь противостояния правящей верхушке. Не нужно это путать с вымышленной аль-Каидой, которая на самом деле была названием компьютерной базы, содержащей имена поддерживаемых в США маджахедов в 80-х годах. На самом деле не существует никакой исламистской армии или террористической группировки под названием Аль-Каида, и любой проинформированный офицер разведки об этом знает. Но ведется пропагандистская кампания, которая заставляет людей верить в присутствие этих сил. За всем этим стоит пропаганда США. В 2007-м Департамент защиты получил 161,8 миллиардов долларов на так называемую глобальную войну с терроризмом. Согласно Национальному Центру Контртерроризма, в 2004-м во всем мире от террористических актов погибли 2000 человек, и 70 из них были американцы. Используя это число как среднестатический показатель, очень щедрый. Интересно отметить, что в два раза больше людей умерло за год от аллергии на арахис, чем от терактов. В то же время лидирующей причиной смерти в Америке является ишемическая болезнь сердца, которая убивает около 450 тысяч людей каждый год. При этом в 2007-м году для исследования этого недуга государство выделило всего 3 миллиарда долларов. Это означает, что правительство США потратило в 54 раза больше на борьбу с терроризмом, чем на борьбу с заболеванием, которое ежегодно убивает в 6600 раз больше людей, чем терроризм. Тем не менее, именуемое терроризмом и Аль-Каидой произвольно впихивается в каждое новостное сообщение, связанное с любыми акциями, предпринятыми против интересов США. Миф становится все масштабней. В середине 2008-го генеральный прокурор США фактически предложил, чтобы Конгресс США официально объявил войну против фантазий. Сейчас более одного миллиона людей находятся в американском списке наблюдения за террористами. Это так называемые меры по борьбе с терроризмом, которые ничего не могут сделать для защиты социума, но могут сделать что угодно для сохранения интересов власти мучших среди нарастающих антиамериканских настроений, как местных, так и международных, которые правомерно основаны на жадности корпоративно-империалистической экспансии, эксплуатирующей мир. Настоящие террористы нашего мира не встречаются во мраке полуночи и не кричат Аллах Акбар перед какой-нибудь насильственной акцией. Настоящие террористы нашего мира носят костюм за 5 тысяч долларов и работают на самых высоких ступенях финансовой, государственной и бизнес-иерархии. Что же нам делать? Как остановить столь сильную систему жадности и коррупции? Как остановить эту сбившуюся с пути группу, которая не чувствует никакого сострадания к миллионам, вырезанным в Ираке и Афганистане? Так что корпорации могут контролировать энергетические ресурсы и производство опиума для выгоды Уолл-стрит. До 80-го года Афганистан производил 0% мирового опиума. После возвращения США Муджахидин выиграл Советско-Афганскую войну и за 1986-й там было произведено 40% мирового героина. К 88-му они производили 80% мировых поставок. Но затем случилось непредвиденное. Талибан накопил власти и к 2000-му году уничтожил большинство опиумных полей. Производство упало с 3000 до 185 тонн и спад составил 94%. 9 сентября 2001 года на столе президента Буша лежал готовый план вторжения в Афганистан. А через два дня у них появился предлог. сегодня США контролирует производство опиума в Афганистане. Который производит более 90% мирового героина и бьет рекорды почти каждый год. Как нам остановить систему жадности и коррупции, которая принуждает бедные слои населения к рабскому во всех аспектах труду в интересах Мэдисона Веню? Или которая разрабатывает ложные террористические атаки в целях манипуляции? Или которая заставляет общество действовать определенным образом, что и используется? Или которая систематически отбирает свободы и нарушает права человека для защиты самой себя от своих же недостатков? Как же мы справимся с такими учреждениями, как Совет по международным отношениям, трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб и другие недемократически избранные группы, которые тайно сговариваются за закрытыми дверями, чтобы контролировать политические, финансовые, общественные и окружающие аспекты нашей жизни? Чтобы найти ответ, мы должны сначала увидеть истинную, тщательно спрятанную причину. В действительности, эгоистичные, испорченные, основанные на энергетике и финансах группы не являются источником проблемы. Это лишь симптом. Жадность и соперничество не является результатом неизменного людского нрава. Жадность и механизм создания дефицита фактически созданы и усилены. Они являются причиной нашей борьбы за выживание. Основатель денежной системы Евросоюза. Мы же поговорим с очень известным человеком, который утверждает, что кризис этот, как и многие другие кризисы, абсолютно не случайен. Он называет свою профессию экономический убийца. Джон Перкинс хорошо знает, о чем говорит. Больше 20 лет он работал агентом малоизвестной бостонской корпорации Мэйн, одной из сотен компаний, которые, как утверждает Перкинс, в интересах американского правительства и разведки манипулируют глобальной экономикой. Мы маленький эксклюзивный клуб. Нам платят и хорошо платят за обжуливание стран по всему миру на миллиарды долларов. Большая часть вашей работы состоит в убеждении мировых лидеров становиться частью обширной сети продвижения американских коммерческих интересов. В конце концов, эти лидеры должны оказаться пойманными в ловушку паутина долгов, которая гарантирует их лояльность. Книга исповедь экономического убийцы наделала немало шума во всем мире. В США она продержалась в бестселлерах 70 недель подряд. Перкинс подробно описывает технологии, по которым американские корпорации подводят к банкротству или полной зависимости целые страны. Авторы утверждают, что еще в студенческие годы был завербован АНБ, агентством национальной безопасности. Ему объяснили, что отныне он работает в интересах государства и должен держать язык за зубами. Индонезия, Камбоджа, Иран, Ирак, Эквадор, Колумбия. Перкинс объездил полмира и лично знал многих политических деятелей, вроде президента Панамы Тарихаса. Цель экономического убийцы склонить правительство отдельного государства к получению кредита у МВФ, Всемирного банка или американских корпораций. Как правило, кредит был необходим для развития инфраструктуры. Лично Перкинс занимался энергетикой. В частности, Американцы получили дешевую нефть, а Эррият новые технологии военной базы. Особенность таких соглашений. Подрядчиками всегда выступают американские компании. Деньги иногда вообще не покидают пределов Америки. А вот долг растет гигантскими темпами. В случае с Эквадором, например, на такие выплаты уходило примерно половина бюджета всей страны. Население голодало. Погрязнув в долгах, правительство на глазах превращаются в марионеточные. Их элита просто переводится на американское содержание. Если схема не срабатывала, экономические убийцы уходили, уступая место людям ЦРУ, шакалам, как их называет Перкинс. Их задача устранения несговорчивых посредством мятежей, госпереворотов или, как это нередко бывает, в результате покушения. И лишь в самом крайнем случае используется армия. Самый свежий пример Ирак. Джон, спасибо, что пришли. Ваша книга действительно впечатляет. Вы утверждаете в ней, что миром, ну или, по крайней мере, большей его частью правят не люди, не правительство, а некое тайное общество, которое вы называете корпоратократия. Что это означает? Корпоратократия это тоже люди, мужчины и женщины, которым принадлежат крупнейшие корпорации. И это на самом деле никакая не тайна, им не нужна конспирация. Они по большому счету ничего не делают нелегально, но они как раз контролируют и правительство США через финансовые институты и большую часть правительств мира. Они контролируют основные СМИ, напрямую владея ими или их рекламными бюджетами. И этими людьми движет одна единственная идея – извлечение максимальных прибылей. Именно эта идея и ее исполнение создало сегодняшнюю неспокойную и нестабильную ситуацию в мире, в котором всего 5% населения США потребляют 25% всех ресурсов. А в это время множество детей, примерно 35 тысяч, ежедневно умирают от голода и болезней во всем мире. И, конечно же, именно это привело к к кризису, который поглощает сегодня весь этот мир. И вы были частью этой системы. Вы знаете и можете рассказать, как она действует. Мы создали первую поистине глобальную мировую империю. И впервые в истории империя была создана преимущественно невоенными средствами с помощью экономических убийц. Мы действовали разными методами, но самый простой был, когда мы находили в странах третьего мира ресурсы, которыми хотели завладеть наши корпорации, например, нефть, и выделяли им огромные кредиты через Мировой Банк и его партнеров. При этом деньги шли в карман нашим же корпорациям за строительство в этих странах технопарков, дорог или тех же объектов электроэнергетики. По такой схеме обогащались наши корпорации и несколько семей, составляющих элиту этих стран. В то время как основная масса населения оставалась все так же бедна, слишком бедна, чтобы платить за то же электричество или ездить на машинах по тем же дорогам. Таким образом, страна попадала к нам на долговой крючок. В какой-то момент мы приходили вновь и говорили «Ребята, вы не можете расплатиться, мы дадим отсрочку, но за это вы снабдите нас дешевой нефтью, будете голосовать в ООН так, как надо нам или пошлете свои войска в помощь нашим куда угодно, например, в Ирак. Если они отказывались, в дело вступали уже совсем другие люди. Мы зовем их «шакалы». В книге я описываю пару таких ситуаций в Эквадоре и Панаме. Это те, кто устраивают переворот и свергают правительство или даже ликвидируют их лидеров. В единичных случаях, когда даже шакалы проваливались, как в том же Ираке, мы посылали туда войска. Вот так мы и построили эту империю, и в этом ее отличие от других, создававшихся в мире путем захвата чужих земель. Как же вам удалось покинуть эту систему? В книге вы пишете, что экономические убийцы не бывают бывшими. Мне удалось уйти в 80-м, в 81-м. Я не мог больше терпеть этого. Я устал даже просто молчать об этом. И тогда я решил написать книгу. Я связывался с другими экономическими убийцами и шакалами, чтобы услышать их истории. Мне угрожали. Предлагали деньги и большие, только чтобы я ничего не писал. У меня была маленькая дочь, и я действительно боялся за жизнь. Я бросал писать несколько раз, но вот после 11 сентября, когда я пришел на Граунд Зеро, я стоял там и понял, что должен написать. Американцы имеют право знать и эту, темную сторону нашей внешней политики. И в этот раз я решил, что уже никому не проболтаюсь, что возобновил работу. Даже жена и дочь ничего не знали. А когда книга была уже на руках, я обратился к одному знакомому агенту, который разослал ее в десятки издательств. Это и стало моей лучшей страховкой. Каждый шакал знал, что случись со мной что-либо, если меня, допустим, застрелят, книга разойдется по миру. Она и так популярна. Большие тиражи, переведена на 30 языков, но ведь могут всплыть лучшей страховкой. Джон, ну вот то, о чем вы пишете, наблюдали ли вы признаки таких действий в бывших советских республиках после распада СССР? Еще, сегодня все обсуждают мировой кризис, и есть мнение, что кризис этот не случайен, что он тоже мог быть каким-то образом срежиссирован, той самой корпоратократии, о которой вы говорите. Так ли это, и кому это могло бы быть на руку? Вы же знаете, все возвращается бумерангом, и под прицелом экономических убийств теперь мы же сами, и США, и Европа, и государства бывшего Советского Союза. Это ведь очень простая схема. Чем больше людей и корпораций должны вам денег, тем больше выгоды вы имеете. Сейчас у этих людей с их огромной властью и большими деньгами чрезвычайные перспективы. Они могут задешево скупать конкурирующие корпорации, недвижимость, землю, большие банки могут покупать маленькие. С другой же стороны, мне кажется, есть и какая-то доля справедливости. Мы сегодня получили вот эту нестабильную и опасную ситуацию, в которой горстка людей ворочает практически всеми деньгами мира, а большинство так и не имеет практически ничего. И я думаю, что мы стоим на пороге периода аналогичного индустриальной революции. Мы должны повлиять на эту ситуацию, стабилизировать экономику. Людям нужна справедливость, и при этом все они хотят мира. То есть, система, созданная экономическими убийцами, больше не работает? Да, я думаю, так. Все зашло слишком далеко. Жадность и материализм настолько разрослись, что давят уже сами себя. Правда, если мы ничего не предпримем, корпоратократия и из этого все равно извлечет выгоду. И последний вопрос. В преддверии встречи Большой Двадцатки в Вашингтоне. Какова будет роль МВФ, по-вашему, в этом кризисе? Сегодня много говорят о некоем новом мировом порядке. Звучат предложения придать МВФ роль глобального мегарегулятора. Вас все это не настораживает? Не забывайте, что корпоратократия всегда стремится получить максимальную выгоду, а у МВФ богатый опыт вмешательства в дела, когда они уже совсем плохи, и пора бы освежить лужайку. И в этом случае МВФ получает широкие возможности, чтобы влиять на гигантские массы людей, тех, кто не обслуживает корпорации. И мы должны следить за этим. Мы, люди, должны не допустить этого. Мы беседовали с Джоном Перкинсом, автором книги «Исповедь экономического убийцы». Верить его словам или не верить, решайте сами. У нас на этом все. Сборковой ночи. Завтра увидимся. Демократия «Юбер-Алес». Кому и зачем светит факел свободы? Откровение «Железной леди» и глобальный проект Вашингтонского мессии. Америка не есть новый Иерусалим, как бы о себе таким образом страна не думала. Гуманитарное бомбометание. Как США выдавливают Россию? Дивиденды на крови. Кто будет управлять Ливией и куда потекут нефтяные реки? Большой Ближний Восток. Секретный план Белого дома. Новые договора с нефтяниными компаниями. Опять с кем будут заключаться? Ни с китайцами, ни с русскими, а именно с этими людьми, которые бомбили. Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Мир по-американски. Хусейн Каддафи. Кто следующий? Мамар Каддафи был у власти более 40 лет. И нам говорят, он потерял легитимность. А британская королева у власти 60 лет. И она почему-то легитимность совершенно терять не собирается. Деньги, нефть и смертный отчет в программе Костры демократии. Демократия наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Уинстон Черчилль Перед нами встает вопрос о роли, которую Америка должна играть в разворачивающейся на наших глазах истории. Со слезами на глазах вопрошал президент США Барак Хусейн Обама, выступая с речью посвященной ситуации на Ближнем Востоке. Америка и дальше будет нести факел свободы и демократии по всему миру. И ради этих целей США не остановятся ни перед чем. Сегодня знамя всемирного глобализма под предлогом укрепления и установления демократии взяли на себя Соединенные Штаты и некоторые их союзники. Что, мне кажется, надо понять? Маргарет Тетчер, умнейший человек, как-то сказала, что Америка не есть новый Иерусалим, как бы о себе таким образом страна не думала. Но вот Тетчер с позиции старшей сестры как бы дала понять американцам, вы не есть светоч для мира, есть и другие ценности. Но сами американцы, особенно вот за последние годы, все больше и больше, к сожалению моему, переходят на позиции не просто глобалистские, но глобалистко-мессианские. Мессианский пафос речи президента сводился к одному. Америка не успокоится, пока не разбомбит всех, не желающих петь под ее дудку. И сегодня мы видим, что так и происходит. Страшная смерть полковника Каддафи, развал и хаос в Ливии, волна нестабильности на всем Ближнем Востоке. Вот чем обернулся американский миссионизм. АПЛОДИСМЕНТЫ КАДДАФИ лауреат Нобелевской премии мира господин Обама, президент Соединенных Штатов, поспешил выступить сначала с поздравлениями. Проходит несколько дней, и когда он понимает, что кадры убийства Каддафи, каким бы он лично ни был, потом известие о том, что мальчик, застреливший Каддафи в висок, получил в награду золотой пистолет и 2 миллиона долларов. И это все публично. А потом, вопреки всем канонам ислама, выставление тела погибшего. Безобразная картина сама по себе, ужасная, на всеобщее обозрение, и не просто тех, кто хотел это посмотреть, ну, в любой стране извращенцы то есть, но и навязав стремление навязать эту картинку всему миру для устрашения всего мира, это понятно, и Обама понял, что он заигрался и стал говорить о том, что вот, дескать, это, может быть, и неправильно, не надо это показывать, но как только Обама это заявляет, тут же приходит сообщение, что в Сирте найдены трупы еще 267. Таким образом, мы имеем дело уже не с просто убийством одного человека, каким бы неприятным в обыденной жизни он ни был, но мы имеем дело с массовыми убийствами, которые проходят под эгидой НАТО, поскольку все это совершилось до того, как НАТО заявило о прекращении своей миссии и так далее, и так далее. Теперь скажите, какая география, какая демократия, в какой географической точке мира может быть установлена через массовые убийства? Смерть Каддафи и его приближенных войдет в историю как одна из позорных страниц западной демократии. Кому и зачем понадобилось убить полковника таким жестоким образом? Что мог рассказать Каддафи на суде, если бы таково стоялся? Он много знал. Если бы его дали суду, он бы рассказывал много. Каддафи очень много знал. У него есть компроматы на всех. На Саркази, потому что он сфансировал его предвыборную кампанию, это понятно. У него есть компроматы на англичан, на Тони Блеерта и так далее. У него даже есть компроматы на американцев. У него очень много. Он знал. Что происходит в мире? Америка насаждает повсюду свои ценности, даже если они не совпадают с ценностями других стран. Обычно эти ценности выглядят в виде зеленых бумажек с портретами демократичных американских президентов. Мы пришли дать вам свободу и независимость, говорят американцы. А если вы не хотите, мы вас заставим. Фарисейство торжествует. Окровавленное злодейство выдается за благородное мужество человечества, рвущегося языков. И это воистину страшно, потому что, по сути дела, мы сегодня присутствуем не только при крушении прежде существовавших норм международного права, но присутствуем и во время крушения общечеловеческих понятий о добре и зле, которые, по крайней мере, представлены в главных мировых религиях. Не убей, говорят нам священные тексты многих народов, но убийство совершается, и при этом это убийство объявляется воплощением добродетели. Не случайно Россия так остро отреагировала на события в Ливии. Теперь на очереди Сирия. Американцы не скрывают, что следующей страной, которая подвергнется насильственной демократизации, будет Сирия, затем Иран. Средства массовой информации уже сегодня готовят плацдарм к нападению на эти страны. И в этом смысле они могут вторгаться в государство, объявлять их руководителей кровавыми диктаторами, их убивать, вешать, для того, чтобы это было примером другим руководителям других государств. Ведь это на самом деле всего лишь действительно пример. Вы будете сопротивляться, вы будете отказываться проводить то, что нам нужно, делать то, что мы от вас требуем. Мы вас все равно найдем, мы вас убьем, мы вас перед смертью будем мучить, как это было с Каддафи. Это урок, это наглядный урок для руководителей других стран. И не случайно один из американских политиков, сенатор Маккейн, говорит, что руководители Пекина, Москвы и Дамаска должны задуматься над судьбой, которая случилась с Муаммаром Каддафи. Ведь на языке дипломатии это невероятное хамство и оскорбление. Но с другой стороны находится Средняя Азия. Туда тоже американцы попытаются привести хаос с помощью тех же самых демократов из Бенгази, условно говоря. И поэтому не случайно руководители России, Казахстана, Белоруссии сейчас очень активно начали восстанавливать единое экономическое и политическое пространство. Подписаны новые соглашения военного блока ОДКБ. Мы готовимся к приходу хаоса к нашим границам. Что происходит сегодня в Ливии? Гуманитарные бомбежки закончились. Что дальше? Сейчас в данный момент там идет полный хаос в стране. Там нет инфраструктуры власти. Вот я последний раз разговаривал со своей сестрой позавчера. Она мне сказала, значит, она живет в Триполе. Значит, в Триполе школы не работают, госучреждения не работают, университеты не работают, только ходят толпы вооруженных людей и бродят по улицам. То есть власти вообще нету. А дальше все пойдет по сценарию, расписанному в Белом доме. Ливийская нефть пойдет теперь по другим каналам. В печать просочились данные, как будет делиться ливийский пирог. Значит, деление таким образом. Французы берут 30% нефти, англичане 20%, 50% останется сейчас открытым вопросом. Кто будет их делить? Будет их делить американцы с итальянцами и немножко будет давать немцам. Вот это 50%. То есть нефть в стране уже разделена. Америка юбер-алес. Америка превыше всего. Американцы рассматривают весь окружающий мир как собственную отчину. С их точки зрения все окружающие США страны делятся по степени лояльности на верных вассалов, союзников и тех, кого еще следует демократизовать. Сегодня в Ливии мы наблюдаем полное уничтожение международного права в том понимании, которое существовало фактически с Вестфальского мира, то есть 17 века. Суверенного государства больше в мире не существует. Сильные мира сего могут вторгнуться в любую страну, объявив его правителем нелегитимным. Он якобы потерял легитимность. Но что такое легитимность? Это же не ключ, который можно потерять. Кто определяет, потерял человек легитимность или нет? Потерял руководитель страны эту легитимность или нет? Это же определяется не просто сроком нахождения власти. Мамар Каддафи был у власти более 40 лет. Нам говорят, он потерял легитимность. А британская королева у власти 60 лет. И она почему-то легитимность совершенно терять не собирается. Потому что важно, кто определяет. Определяет тот, у кого сильнейшая армия мира, у кого мировые СМИ, у кого мировые деньги. Вот тот и решает, легитимен ты или нелегитимен. И в этом смысле единственной гарантией защиты государственного суверенитета любого государства становится мощная армия и новейшая система ПВО. Смотрите далее. Russian China Go Home. Игра без правил или как выдавливают Россию? В Ливии в основном контракте на добичь ЧНФ были заключены с китайцами. Глобальный сценарий Вашингтонского обкома. Кто погасит факел свободы? Так называемая демократия не есть финальная стадия развития человечества. Надо отдать должное американцам. Они добиваются своего немытьем, так томогавками. Вспомним, как они взращивали и поддерживали режим Саддама Хусейна в Ираке. А когда он стал им не нужен, нашли повод, чтобы расправиться с ним. В результате американцы получили прекрасный плацдарм для того, чтобы мутить воду на всем Ближнем Востоке. Если вспомнить историю восхождения власти Саддама Хусейна, то в 1980 году он пришел к власти при активной американской поддержке. И логику этого восхождения очень легко понять. Первое, что сделал молодой и подающий надежды Саддам Хусейн, начал войну с Ираном, в котором за год до этого случилась исламская революция, и откуда американцев просто пинком под зад выкинули. Американцы тут же создали ту самую шпагу в своих руках в виде Ирака и натравили Ирак на Иран. Последовала десятилетняя война, в которой погибли огромное количество людей. Так что Саддам Хусейн был верным американским сателлитом. Но тем не менее обратите внимание, когда его смерть была нужна, когда территория Ирака была нужна для каких-то американских игрыщ, они вошли, повесили. Ситуация очень напоминает то, что произошло в Ливии. Муаммар Каддафи был верным другом Запада последние 10 лет. Взял на работу в качестве советника Тони Блэра. Покупал западное вооружение, продавал нефть за западные фантики, делал все, что нужно. Вошли, раздробили страну, разбомбили, поймали, убили. Когда им нужна территория, им совершенно все равно, верой или правдой служил им руководителя этой страны. У Мубарака судьба была чуть более симпатичной, но тем не менее несколько десятилетий стоял у власти, был вернейшим союзником Соединенных Штатов Америки, заключил договор о поставке газа в Израиль, был верным наследником Кемдевицкого соглашения, которое подписал Анвар Садат, сделал все, что требовали от него американцы. И надо же, вместо почетной пенсии получил арест и суд. Можно сказать, спасибо, что его не убили. Еще в 2004 году американцы приняли секретный план по реорганизации Ближнего Востока. Давайте посмотрим, кого бомбят США и их союзники в этом регионе. Саудовскую Аравию, которая так же далека от демократии, как Ирак или Ливия. Катар или, может быть, Бахрейн? Ведь, если мы немножко посмотрим назад, когда начались события в Ливии, параллельно с этими событиями в Ливии происходили события в Йемене. Если там Каддафи там убил, допустим, 10-15 человек, а в Йемене были сотни убытые, и до сих пор там уже тысячи, уже счет идет на тысячи убытых. Однако, никто ни слова не говорит. там идет полное молчание. Почему? Потому что Али Абдулла Салих, это президент Йемена, он является другом Саудовской Аравии и наставником Саудовской Аравии. Поэтому здесь можно закрывать глаза дальше в Бахрейне что случилось. Сами органы власти в Бахрейне не могли справиться с такой нагрузкой. Саудовская Аравия посылала свои войска, посылала тысячи спецназовцев из Саудовской Аравии и из других стран Персидского залива для подавления мятежа в Бахрейне. Подавление мятежа, при том войска в чужой стране, да, идет об этом полное молчание. Почему так избирательна американская демократия? Почему страны, где подавляют инакомыслие самыми жестокими методами, остаются неприкасаемыми? Все очень просто. Какой бы ни был режим, если он лоялен США, то на отсутствие демократических принципов можно закрыть глаза. Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Так некогда сформулировал политику США президент Рузвельт, говоря о Самосе Старшем. Американцы могут достичь своих целей. Они могут раздробить арабский мир, они могут раздробить, перелопатить нынешнюю карту Ближнего Востока, и на месте нынешних государств появятся карликовые квази-государства, которые легко сталкивают друг с другом. Я не исключаю, что это получится, но в долговременном плане это политика бесперспективная. Вместо того, чтобы сделать ставку на так называемый либеральный ислам, либеральный ислам сирийского образца, американцы, по сути дела, вызывают к жизни самые радикальные салафитские силы, за которыми бойня, за которыми войны, за которыми жертвы, за которыми неизбежность гражданских войн и массовых убийств. Вот поэтому, мне кажется, нынешние глобалистские попытки насаждения демократии во всем мире, прежде всего в исламском мире, обречены на провал. Мир по-американски это мир, где правит доллар. Почему так настойчиво американцы добивались свержения Каддафи? Очень просто. Надо было убрать конкурентов из страны, чтобы нефть шла только за доллары и только в нужном американцам направлении. Китай, Россия, вот главные конкуренты США на Ближнем Востоке. Китайские и российские компании, заключившие с режимом Каддафи крупные контракты, вынуждены покинуть Ливию. В Ливии в основном контракты на добычу нефти были заключены с китайцами и немаленькую часть с русскими компаниями. Допустим, Каддафи в последнее время хотел построить железную дорогу в Ливии, первая железная дорога в Северной Африке. Он хотел построить, да? Он заключил договор с РЖД. РЖД начали стройки там. Очень большие у него были контракты на поставку оружия. По-моему, на 4 миллиарда долларов. Так это все контракты сейчас аннулировались. Сейчас уже ливийской армии нет, надо создавать новую ливийскую армию. Так оружие откуда будет для новой? Правильно? Будет американское, французское и английское. Уже русского оружия вообще не будет. Новые договора с нафтенными компаниями опять с кем будут заключаться? Не с китайцами, не с русскими, а именно с этими людьми, которые бомбили. С этими странами, которые сранены. Это правильно? Поэтому что такое новый термин Ближнего Востока? Это вытеснить всех конкурентов и создавать сферы влияния с США и стран из Запада на Ближнем Востоке. Посмотрите, где происходят беспорядки. В странах традиционно близких России, правящие режимы которых имели тесные экономические связи с нашей страной. Идет постепенное выдавливание России из этого региона. Вы обратите внимание, где революции происходили. Именно в тех странах, которые традиционно дружили с Россией. В Ливии, сейчас в Сирии, правильно? В Египте. Хоть в Египте в последнее время он там был проамериканский режим, но опять Мубарак в последнее время он хотел с Россией заключить договор. У него ввелись переговоры и были уже это самое на последнем этапе заключить договор с Россией о построении в Египте первой ядерной атомной станции. Он хотел практически чуть не подписали договор. Дальше он возобновил доставки русского российского оружия в Египет. Он заключил накануне заключение новых договоров. Опять Хусин Мубарак стал нелояльным. Надо его убрать. По данным американских изданий в Ираке в ходе войны за установление демократии погибло около 1 миллиона 120 тысяч человек. В Ливии погибло народа больше, чем за все время правления Каддафи. И все это под видом демократизации. Но ужас ситуации заключается в том, что Америка уже не способна остановиться. Уничтожив режим Муаммара Каддафи в Ливии, Соединенные Штаты Америки хотят сокрушить Сирию, нанести по ней удар. И особую неприязнь у них, конечно, вызывает то, что у Сирии традиционно существовали хорошие отношения с нашей страной. Более того, на территории Сирии имеется российская военно-морская база, для нас чрезвычайно значимая, потому что наш флот может иметь порт, который позволяет ему базироваться на Средиземном море. Мы должны прекрасно понимать, что если стратегия Соединенных Штатов Америки увенчается успехом и в Сирии, то дальше возникает огромная дуга нестабильности, которая тянется от Туниса через Ливию, Египет и Сирию дальше, потому что конечной целью Соединенных Штатов Америки является разгром Ирана, дестабилизация ситуации на Кавказе и в конечном счете нанесение удара по России Кто определяет, демократично государство или нет? Если даже посмотреть историю, то мы увидим десятки разных демократий. Почему монархия в Великобритании считается демократичной, а та же власть в других государствах нет? Устойчивое мировое развитие требует устойчивой власти. Какая демократия нужна? Ведь если обратиться к Черчиллю, то помните наши перестроечные публицисты, да и по сей день кое-кто очень любят вспоминать слова Черчилля, что демократия, дескать, плохой вид правления, но все остальные еще хуже. Между тем, если обратиться к первоисточнику, к выступлению Черчилля в 1946 году, уже после того, как он проиграл выборы в британской палате общим, Черчилль сказал несколько иное. Он сказал, что да, из всех прошедших апробацию политических режимов демократия не самая удачная, но удачнее других. Но из этого высказывания Черчилля следует только одно, что апробации будут и дальше, что человечество не может без апробации, что так называемая демократия не есть финальная стадия развития человечества. И что даже самих вариантов демократии может быть очень много. Известный американский писатель, публицист Гор Видал в книге «За что нас ненавидят» подводит итог развития американской демократии. И хотя мы регулярно клеймим другие государства, называя их странами-изгоями, мы сами превратились в самую большую страну изгоя. Мы не соблюдаем договоров, мы пренебрегаем международными судами, по собственному желанию наносим удары туда, куда вздумаем. Мы жалуемся на терроризм, но наша империя стала сегодня самым дерзким террористом. еще раз. Но если США предоставят доказательства виновности бен-Ладена, талибы, если верить их официальным представителям, готовы судить саудовского миллионера-террориста по закону шариата прямо в Афганистане. Андрей Мельников, НТВ. Сейчас очевидно, что все происходящее называется одним страшным словом. Это слово витает в воздухе, но все боятся произнести его вслух. Речь идет о войне. Рустам Давыдов. Совершенно секретно. Размещение американских войск на территории бывшего СССР – это еще не война. Война не более, чем наш смелый прогноз. На сегодняшний день никто не рискнет утверждать, что он может подтвердиться. Но с другой стороны, никто сегодня не сможет с уверенностью сказать, что активизация американских сил на территории бывшего Советского Союза является для России очевидным благом. Все более расширяющееся присутствие американских войск на территории бывших советских республик, факт немыслимый лет 10 назад, сегодня уже данность. Американские базы размещены в государствах Средней Азии. Об участии в военных действиях американских советников в Панкистском ущелье заявило и правительство Грузии. Мировое сообщество доверило США возглавить коалицию против талибов и их союзников в Афганистане. Вот почему мы здесь. В Афганистане. И поэтому мы здесь. Основываются американские военные. И что будет завтра. Отчет новой эры начался 11 сентября. Этот день стал шоком для всех. Показав, что мы беззащитны перед злом, имя которому терроризм. После взрыва Всемирного торгового центра, гибели сотен людей, стало очевидно. Существует опасность, которую невозможно прогнозировать. Это зло, вездесущее, безликое, угрожает всем. Несмотря на то, что терроризм не имеет национальности, взору всего мира сразу же обратились на восток. Именно там зародилось движение «Талибан», в короткий срок ставшей влиятельной силой на земли Афганистана. Именно там взрела сила, которая 11 сентября вырвалась наружу, поставив под удар привычный и комфортный порядок. Что произошло 11 сентября? Это мощнейшая провокация, хорошо продуманная, спланированная и осуществленная каким-то просто талантливейшим органом, типа гениального генерального штаба или мощной спецструктуры. Добрый вечер. Завтра начинается вывод советских войск из Афганистана. И я думаю, когда-нибудь в учебниках истории обязательно будет фигурировать эта дата, 15 мая. Потому что бесспорно то, что Женевские соглашения, открывшие путь для возвращения наших солдат из Афганистана на родину, по своей значимости, возможно, стоят в одном ряду с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так же, как бесспорно и то, что завтрашний день станет счастливым для многих тысяч наших семей. Когда-то казалось, что с выводом советских войск из Афганистана, эта земля, наконец, обретет долгожданное спокойствие, и войн здесь более не будет. Долгие десятилетия, если не столетия, Афганистан был наиболее притягательной точкой в Азии. Нашествие таких великих полководцев, как Александр Македонский и Чингисхан, агрессия со стороны могучей Британской империи или Советского Союза, все разбивалось, столкнувшись с гордыми племенами Афганистана. Во второй половине 20 века Афганистан стал плацдармом для противостояния двух великих держав, США и СССР, местом, где сошлись интересы двух могучих врагов. Десятилетия за десятилетиями на территории Афганистана шли бесконечные конфликты. Главным занятием мужского населения стала бесконечная война. Иная работа, земледелие или строительство, была по определению делом недолговечным. Так война стала работать целого народа. И наиболее известной главой в этой истории стало движение «Талибан». Талиб – это состояние души. Поэтому в протестантской этике, к сожалению, как и в любой другой, как и в марксийской, как и в атеистической, как и в православной, есть свое ощущение талибства, свое ощущение абсолюта, и право от имени этого абсолюта вершить все дела. Само движение «Талибан», что в переводе с арабского означает «ученики», зародилось в 1973 году при покойном премьер-министре Пакистана Зульфикари Алийбхуту. Когда в Афганистане усилилась угроза советского влияния, в приграничных районах Афганистана и Пакистана создавались специальные духовные училища для афганских беженцев и бойцов сопротивления – маджахедов. Во время советско-афганской войны в структуре пакистанской разведки было создано спецподразделение, собиравшее мальчиков-сирот. Их вывозили в военные лагеря под Пешеваром, где учили военному делу и основам ислама. Это подобие иначарского войска стало основой «Талибана». Существование движения было обеспечено широкомасштабной военной и финансовой поддержкой США, Британии, Саудовской Аравии и Пакистана. Конечно, трагедия 11 сентября была шоком для Соединенных Штатов. До 11 сентября Соединенные Штаты не имели никаких планов создать военное присутствие в Центральной Азии. Более того, как известно, всего несколько лет назад Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Пакистаном, Саудовской Аравией поддерживали, взращивали «Холи-Ли-Ли-Ли» или «Талибан», связывая с талибами определенные планы на то, чтобы поставить под свой контроль этот важный район Азии. Талибы начали свое победоносное шествие на север Афганистана, раздираемого противоречиями между полевыми командирами маджахедов. За последние десятилетия из покорных, набожных юношей талибы превратились в фанатичных воинов ислама. Изначально немногочисленное движение учеников Аллаха нашло отклик в уставших от бесконечных войн массах. Уже к сентябрю 1996 года стремительно выросшая партия захватила Кабу. Вне контроля талибана осталось лишь 10-15% территории северного Афганистана. Единственной преградой на пути профессиональных воинов ислама, периодически осуществлявших вылазки на территорию Таджикистана, была 201-я российская мотострелковая дивизия. И 201-ю эту дивизию мы туда пустили только для того, чтобы не оказаться затем на оборонительных рубежах где-то на Урале. Потому что талибы прошли бы как нож сквозь масло через все четыре республики. Это страшно. Поэтому правительство и вожди монархии всех четырех республик прекрасно понимают, что одни они с этой напастью не справятся. И для нас эта напасть очень опасна. Государство исламских фанатиков, обладающее связями со всеми мусульманскими общинами мира, за короткий срок стало территорией, где в равной степени спокойно могли себя чувствовать как наркоторговцы, так и международные террористы, наиболее известным из которых был Усама бен Ладен. Сила, подконтрольная одному Аллаху, стала смертельной угрозой как для близлежащих республик азиатского региона, так и для таких благополучных и далеких стран, как Соединенные Штаты. 11 сентября стало понятно, что движение «Талибан» вызов другого, неизвестного нам мира, вызов, результатом которого может быть лишь гибель одной из сторон. По указаниям «Талибана» и с помощью «Талибана» фундаменталистские движения экстремистского толка ежегодно проходили в Таджикистан, Кирогистан, Узбекистан и развязывали там боевые действия с целью дестабилизировать ситуацию. «Талибан» оказывал прямую помощь вооруженной оппозиции на Северном Кавказе. «Талибы» воевали в рядах чеченских боевиков, чеченские боевики отдыхали, обучались в талибских лагерях. И поэтому «Талибан» являлся на протяжении нескольких лет прямой непосредственной угрозой и для российской территории, российской безопасности, и для российских внешнеполитических интересов в Центральной Азии. После взрывов Всемирного торгового центра президент США Джордж Буш 20 сентября выступил с речью о положении в стране. Он дал недвусмысленно понять, что любая группировка, атаковавшая американских граждан или затронувшая американские интересы, будет считаться представляющей угрозу национальной безопасности США. Америка подтянула границы с Афганистаном с самой крупной силой со времен Второй мировой войны. Было переброшено около 630 боевых самолетов. В Персидском заливе несут постоянное боевое дежурство 40 боевых кораблей. К ударам возмездия приготовлено 3,5 тысячи крылатых ракет. По Афганистану были нанесены ракетно-бомбовые удары. С севера на талибов наступал окрепнувший, благодаря военной и экономической поддержке, Северный Альянс. В декабре спецназ США высадился неподалеку от горной крепости Тора-Бора, где, по оперативной информации, прятался Бен Ладен. До этого они сбросили в район подземного укрытия самую мощную неядерную бомбу. Ожидаемым результатом операции стало утверждение, что организация Усамы Бен Ладена «Аль-Каида» практически разгромлена и уже не сможет организовать новых крупных терактов. Зло побеждено, свободный мир может праздновать победу. Соединенные Штаты внесли всю ясность в этом вопросе. Они сказали, это война. А это определение дает юридическую базу для американских действий. Это не метафора. Это четкое юридическое определение. Таким образом, Соединенные Штаты четко показали о том, что они не будут руководствоваться никакими правовыми юридическими определениями в своей борьбе с своими противниками, которых они определяют как террористы. Кстати сказать, это очень разумная позиция. И лично я ее полностью поддерживаю. Я считаю, что наши, российские, высшие, должны остановиться, к сожалению, в свое время не воспользовались этой возможностью и назвали войну в Чечне вяло-контртеррористической операцией. Тем самым загнали себя в угол. Победоносная война Америки против зла в очередной раз закончилась победой США. Мир замиранием смотрел на противостояние добрых сил свободного мира и сил зла под именем Талибан. Еще одна военная операция подтвердила мощь американского оружия. Битва выиграна практически без потерь. Талибан разбит. Бен Ладен и Мохаммед Амар трусливо скрываются. Победа достигнута. Пыль войны рассеялась, и изумленному взору стороннего наблюдателя открылась совсем иная картина мира, чем та, что была до 11 сентября. Мир оказался перекроен по новым лекалам. Оказалось, что базы США разместились на территории бывшего Советского Союза и рассматриваются американцами как плацдарм для контроля за неспокойными и радикально настроенными исламскими общинами. Все, что сейчас происходит, это на самом деле еще один кол в гроб Советского Союза. Вот Советский Союз на самом деле умер не в 91-м году, он умирает на наших глазах теперь. Потому что пока развивались новые независимые государства, выстраивали свои новые отношения с Россией, были еще иллюзии того, что нам удастся сохранить прежние отношения, ну пусть на независимом межгосударственном уровне. Теперь, когда приходят Соединенные Штаты, за военным присутствием приходит политическое влияние, за политическим влиянием политические льготы и преференции своим экономикам, своим экономическим планам, все это будет, безусловно, раскручиваться и реализовываться в условиях американского присутствия. И таким образом Советский Союз будет окончательно похоронен. К американским военным базам, которые разбросаны по всему земному шару, на сегодня прибавились новые базы в Средней Азии. Сегодня в Киргизии в аэропорту Манас, что в 10 километрах от Бишкека, размещена 76-я эскадрилья ВВС США, переброшенная сюда из Германии. Узбекистан, согласно договоренности с военным ведомством США, предоставил свой аэропорт Ханабад. В Какайды, где в прежние времена располагалась одна из ключевых советских военных баз, и на авиационной базе Каган в 10 километрах юго-осточной Бухары, американцы также планируют разместить свои эскадрильи. В Таджикистане в поле жизненно важных интересов США попали Курган-Тюбе и Куляб. На каждый из этих баз может одновременно размещаться более 50 самолетов американских военно-воздушных сил. Первым выразил свои соболезнования Америке Владимир Путин. Сегодняшнее событие в Соединенных Штатах выходит за рамки национальных границ. Это наглый вызов всему человечеству, по крайней мере, всему цивилизованному человечеству. Президент поддержал военные усилия США в борьбе с терроризмом, разрешив использовать российское воздушное пространство. Тем не менее, вопрос о размещении американских военных сил на территории бывших республик СССР был изначально отвергнут. Я не вижу никаких абсолютно оснований для даже гипотетических предположений о возможности развертывания каких-то военных операций НАТО на территории среднеазиатских государств, входящих в Содружество независимых государств. А глава российского МИДа Игорь Иванов 19 сентября заявил в Вашингтоне, что каждая страна СНГ вправе самостоятельно решать, как и в какой мере сотрудничать с Америкой в вопросе предоставления своих баз для ударов по Афганистану. И 24 сентября о своем согласии предоставить американцам свои военные базы, аэродромы и воздушное пространство заявил президент Казахстана Назарбаев. В начале декабря прозвучали заявления президентов Таджикистана и Киргизии о готовности предоставить базы на территории своих государств в распоряжение военной авиации США и союзников. Решения были приняты после согласования с Москвой, главным военно-политическим партнером Душанбе и Бишкека. Из трех аэродромов, которые мы предлагали при нашей беседе по просьбе президента Соединенных Штатов Америки, и если скажут эксперты, кулян? Кулян. Курган тебе? Курган тебе. Хаджи? Хаджи. В Узбекистане побывала делегация Конгресса США во главе с Джимом Колби. Имя было обещано выделить на выполнение различных программ около 100 миллионов долларов. Узбекское правительство предоставило вооруженным силам США свои военные базы для ведения афганской кампании. И я люблю батьки. И для Таджикистана, для Кыргызстана, и даже для Узбекистана, который является гораздо более богатой и крупной страной в Центральной Азии, фактор экономической помощи США был исключительно важным при принятии решений о размещении американских контингентов на их территории, предоставлении им инфраструктуры и точек базирования. Но нельзя сводить дело только к этому. На протяжении ряда лет Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан были объектом агрессии экстремистского исламского фундаментализма. Прежде всего, в лице Талибана и исламского движения Узбекистана. В конце января, возвращаясь из Кабула, министр обороны ФРГ Рудольф Шарпинг подписал с правительством Узбекистана соглашение о создании базы своих ВВС в Термезе. Здесь будут дислоцироваться 6 военно-транспортных самолетов и 150 военнослужащих Бундесвера. 30 января 2002 года представитель командования вооруженных сил США А в Центрально-Азиатском регионе подполковник Олт Азетонер объявил, что Вашингтон окажет тадживским пограничникам помощь в техническом оснащении границы с Афганистаном. Соглашение между Таджикистаном и Америкой от 30 января включает пункт об американской помощи Таджикистану в подготовке квалифицированных специалистов для охраны границы. Американцы в течение трех недель сумели создать колоссальную антиталибскую коалицию, в которую вошла вся Европа, практически азиатские страны, Индия согласилась сотрудничать с Америкой, Пакистан. То есть Америка, пользуясь вот такой вот антитеррористической, очень эмоционально продуманной риторикой, сумела выстроить весь мир, по сути дела, как теперь оказывается, для реализации целей своей внешней политики. Будет расширено военное присутствие, будет более определенно сказано, что американцы здесь надолго. Мы до сих пор на самом деле не имеем никакой ясности в вопросе, насколько пришли американцы. Наше руководство, которое, на мой взгляд, допустило грубую ошибку, не сделав это условием, временность пребывания Соединенных Штатов, не оговорив это вначале, сделало ошибку в духе Горбачева. Сначала сделало вид, что ничего не происходит, сделало хорошую мину при плохой игре, а потом принялось всех нас уверять в том, что сама игра очень хорошая, что она на самом деле запланированная. Мы четко оговорили цели и временные параметры нахождения этого контингента. Цели всем хорошо известны. Это уничтожение сети террористических баз в Афганистане, чтобы больше оттуда никогда не угрожала угроза терроризма. Ну а временной параметры мы определили ровно один год. Ровно один год. И ни о какой речи о создании базы не идет речи в этом соглашении. Нет, это исключительно временное размещение в течение года. Американцы пришли в нашу Среднюю Азию. Вернее, в Среднюю Азию, которая когда-то была нашей. Самое простое в такой ситуации – обидеться на агрессивных американцев, впасть в антимериканскую риторику и снова начать строить железные занавесы и наращивать военную броню. Но эмоции и праведный гнев могут помешать разобраться в главном. Зачем США размещают свои базы на территории стран Средней Азии? Давайте представим, какими доводами могли руководствоваться американские власти, решая вопрос о размещении. США уже взяли под контроль наркотрафик Кабул-Душанбе-Москва. Согласно договоренности с таджикскими властями, Вашингтон окажет местным пограничникам помощь в техническом оснащении границы с Афганистаном. Военные базы стран-членов Североатлантического альянса, расположенные в непосредственной близости от границ Афганистана, являются надежным плацдармом для атак против сил Талибана. Базы в непосредственной близости от границ с Афганистаном будут играть ключевую роль в оперативном реагировании против отрядов террористов. После потери крупных городов они рассеяны по всему Афганистану. Иная версия – энергетическая. Что такое этот регион сейчас? Это третье место по нефти. Это третий в мире после Саудовской Аравии, России, и России третий резервуар нефти в мире. Америка фактически туда вошла, не потратив ни одного выстрела. Ей просто, как говорится, открыли поле. Еще в начале 90-х Вашингтон объявил Каспий и примыкающие к нему республики бывшего СССР зоной своих национальных интересов. Закрепляясь на военных базах Средней Азии, Америка присвоила себе право распределения энергоносителей, составляющих основу современной углеводородной цивилизации. В этом регионе сосредоточено около 7% мировых запасов нефти, огромные запасы природного газа, залежи урана и редкоземельных металлов. Цель экспансии – контроль за энергетическими ресурсами региона. С разгромом Талибана увеличились шансы прокладки нефтепровода через Афганистан в Пакистан, стране, дружественной США. Такой вариант дает Америке, самому крупному импортеру нефти в мире, козырь в спорах о цене на нефть со странами ОПЕК. И вне зависимости от того, куда будет проложен нефтепровод, качающий Каспийскую нефть, в Турцию, Пакистан или Россию, сам факт наличия США в этом регионе заставит все прилегающие страны прислушаться и учитывать пожелания США. Именно эту версию аналитики наиболее часто озвучивали как истинную цель Америки. В Соединенных Штатах давно уже вынашивался проект проведения магистральных нефти- и газопроводов из Центральной Азии через Афганистан, минуя Иран, который Соединенные Штаты считают своим противником, непосредственно в Пакистан и на юг к Индийскому океану. Это дало бы возможность выкачивать огромные энергетические ресурсы, которые имеются в Центральной Азии, не прибегая к транзиту через территорию России, как это имеет место сейчас. Тем самым эти нефтяные запасы как бы выходили бы из-под контроля России. Возьмем другой возможный аспект мировой экономики, такой как торговля оружием. Американцы начали испытывать свое высокоточное оружие в Югославии, но действовать свободно в центре Европы они не могли. В полной мере они получили возможность испытать его в Афганистане. И на примере этой страны они доказали всему миру, что можно одерживать победы без привычных атрибутов войны. Без танков, без рытья окопов и военных маневров. Все это говорит о том, что сейчас начнется передел рынка вооружений. Следует назвать самой глубокой и наиболее важной для США. Расположенный рядом со странами Азии могучий Китай, сегодня единственный претендент на статус соперника США за лидерство в мире. Размещение баз США в Средней Азии не позволит Китаю воспринимать этот регион, как зону своих стратегических интересов, автоматически вычеркивает Таджикистан, Узбекистан и Киргизию из списка своих доверенных партнеров. Ослабление влияния Китая в этом регионе – наиболее крупный политический выигрыш США от своего военного присутствия в Средней Азии. Тельные военные акции США против Афганистана и военного закрепления в Средней Азии рассыпалась шанхайская организация сотрудничества, состоявшая из России, Китая, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Именно шанхайская пятерка брала на себя ответственность за стабильность региона, координировала деятельность военных сил стран-участников соглашения. Молниеносное вторжение США в Среднюю Азию для борьбы с международными террористами в одночасье лишило смысла существования Шанхайской организации сотрудничества. В Афганистане практически завершена. Главным ее итогом стала отнюдь непобеда над Аль-Каидой. Военная операция стала лишь прикрытием глобального наступления американцев в Средней Азии. Неважно, какой из перечисленных нами мотивов стал для американцев основным при размещении их авиабаз. Все эти версии имеют право на существование. Сегодня фактически произошел передел мира. Соединенные Штаты выиграли Третью мировую войну, которой не было. И они убедили в этой победе весь мир. До 11 сентября Государственный департамент США регулярно критиковал авторитарные и полуавторитарные режимы Среднеазиатских республик за нарушение прав человека. Сегодня их лидеры принимают американцев с распростертыми объятиями. Зачем им размещать у себя американские военные базы? Зачем им на своей территории присутствие всесильной и могучей державы? Первая причина экономическая – это плата за территорию, где размещаются базы. Плата за вылеты самолетов. А это 5-7 тысяч долларов за один вылет. Это сотни небедных зарубежных военных, чьи деньги питают инфраструктуру близлежащих районов. И прежде всего это – возможные экономические послабления в решении спорных вопросов с более могучими державами. Так при содействии Вашингтона будет реструктурирован внешний долг Киргизии и Парижскому клубу. В рамках программы «Партнерство ради мира» американцы вдвое увеличили военную помощь национальной армии. И теперь официальный Бишкек вправе рассчитывать на поддержку американской администрации при переговорах о представлении кредитов и грантов со стороны МВФ, Всемирного банка, а также самих Соединенных Штатов. Для Кыргызстана, вы знаете, самая серьезная проблема сегодня – это внешний долг. Он огромен, и Кыргызстан просто не в состоянии даже частично его погашать. Второй блок причин политический. Угроза исламского нашествия с юга долгое время ставила под удар само существование светской власти в Среднеазиатских республиках. После распада Советского Союза они лишились мощной финансовой и политической поддержки. Со всей остротой стал вопрос, кто для них станет новым старшим братом. Правда, за эту защиту придется заплатить самостоятельностью решений. США не сможет не вмешиваться во внутриполитическую жизнь тех, кто пустил их на свою территорию. Да, мы разрешаем нашим служащим проводить свободное время в Бишкеке. Но не надо забывать, что это не наша страна. Мы здесь гости, и пришли не как завоеватели. Мы гости киргизского правительства и киргизского народа. Поэтому мы проводим инструктаж среди наших служащих, чтобы они и вели себя здесь подобающе. Американская, вернее, интернациональная авиабаза сил антитеррористической коалиции расположена в 10 километрах от столицы Киргизии, Бишкек. Несмотря на подчеркнутое дружелюбие американцев, подъезд к базе перегорожен многотонными бетонными плитами. Каждая машина, въезжающая на территорию базы, проходит обязательную проверку на КПП. Сегодня здесь размещается около 650 американцев, почти столько же французов. При нас, недавно прибывшие на базу норвежцы, поднимали над палатками свой флаг. Командование антитеррористических сил намерено дополнить контингенты за счет канадцев, поляков, итальянцев и даже австралийцев и литовцев. Предполагается, что на базе разместится около 3000 военнослужащих, в основном американцев. Как вы уже поняли, едим мы тоже вместе. Завтрак, обед и ужин. Спят все в одних палатках, так что в одной и той же могут жить и американцы, и французы. В обустройстве базы гостям активно помогают местные жители, которым приходится трудиться наравне с американцами по 10-12 часов в сутки. Платят щедро, не менее 5 долларов в час. Меньше не позволяют американские профсоюзы, так что недовольных нет. Правда, кроме сколачивания деревянных настилов для палаток, другую работу местным жителям не поручают. Непременная черта всех американских баз – основательное обустройство. База американцев – скорее комфортабельные поселки с привезенными из океана мощными 4-мегаваттными генераторами, кухонным хозяйством, способным обслужить одновременно от двух до трех тысяч человек. Столовая одна на всех. Здесь нет принципиального деления на солдатскую и офицерскую столовую. Генералы едят то же, что и рядовые – демократия. В принципе, в меню все – от традиционных бикмаков до фруктового мороженого. Но пока военные только обустраиваются и перебиваются сухими пайками. Все продукты, более 200 тонн, американцы привезли с собой. В основном это консервы и ежедневный боевой паёк. Но в столовой довольно широкий выбор. Здесь и спагетти, и лазанья, и цыплята. Есть и специальное меню на завтрак. Сейчас же мы договариваемся о поставках свежих продуктов. Непременный атрибут любой базы – своеобразный клуб, где можно почитать свежие газеты и журналы, посмотреть видеокассеты, пообщаться с родными по электронной почте или просто перекинуться в карты. Дважды в неделю каждому положен 15-минутный звонок домой. Не забывают военные о душе. На несколько сот военнослужащих – один священник и два его помощника. Одна из палаток на базе отведена под церковь. В основном здесь служат католики и протестанты. Но есть даже один мусульманин. По Конституции Соединённых Штатов мы должны одинаково относиться к каждой религиозной общине. Поэтому здесь любой военнослужащий, будь он протестант, католик, иудей, мусульманин или буддист, имеет право отправлять религиозные обряды в соответствии со своей верой. Но главное же, конечно, служба. Здесь нет однообразной муштуры, утренних построений и вечерних поверок. Участники антитеррористической операции подчеркнуто вежливы и предупредительны как с заезжими журналистами, так и с местными жителями. Я служу в армии уже 7 лет, но это первая страна, куда меня отправили за это время. Думаю, лучшее место и представить себе нельзя. Я имею в виду, кто бы мог подумать 10 или 15 лет назад, что американская армия сможет вот так просто дислоцироваться на территории бывшего Советского Союза. К тому же здесь очень красиво, Бишкек очень похож на мой родной город. Многие россияне все еще считают свою страну сверхдержавой и воспринимают присутствие американцев на бывшей советской территории как личную обиду. По данным ЦИОМ, более 60% россиян обеспокоены усилением военного присутствия США в Средней Азии. Прямой военной опасности для нас эта ситуация пока не создает. Американцам нет необходимости угрожать нам со своих азиатских баз, ведь их самолеты могут достать нас с территории и другие государства. Так что риторика многих наших политиков о недопустимости и опасности военного присутствия сил Соединенных Штатов Америки всего лишь остатки прежнего ощущения, что главные лица в мировой политике это прежде всего Россия и США. Но ныне все уже не так. Американской военной и экономической мощи мы сейчас противопоставить ничего не можем. Размещение военных баз на территории бывшего Советского Союза это лишь констатация печального факта, что Россия окончательно потеряла свое влияние на регион. Сегодня так это перспективы сотрудничества США и Среднеазиатских республик. Чем станут эти взаимоотношения? С Союзом дружественных стран или отношениями вассалов и сюзерена? Могут ли быть уверены главы республик, размещая у себя военные базы, что они персонально устраивают Соединенные Штаты Америки? История на многочисленных примерах учит, что сильные державы, размещая свои войска на территории сторонников, почти всегда принимают активное участие во внутренних делах своих вассалов. Так было со времен Римской империи. Продолжалось во времена империи Британской и Советского Союза. Так было и наверняка будет в случае США. Можно долго перечислять примеры от Никарагуа и Гренады до Панамы. И наиболее близкий для нас пример – это Грузия. Американцы должны понимать, что это не Мексика, это Грузия, это рядом с нами. И безопасность за Кавказе полностью зависит от политики Российской Федерации. Республик довольны. Они получили мощного и сильного союзника. Непосредственная угроза миновала. Бюджет получил дополнительный источник доходов. Но очевидно, что уклад власти в этих странах не соответствует привычным для США демократическим нормам. Очевидно, что власть в республиках находится в руках людей, которые не спешат разделить борозды правления с кем-либо еще. И оппозиция, и правительство этих стран видит в США силу, заручившись поддержкой которой, они смогут заполучить или упрочить свою власть. Оппозиция будет взывать Соединенные Штаты Америки к участию, напоминая о попрании свобод в бывших советских республиках, а власть будет взывать к обязательствам союзников. Как бы США не стремились ограничить свое участие во внутренней жизни среднеазиатских стран, все равно их будут провоцировать на более активные действия. Тран, можно сказать, следующее. Сам факт нахождения военных сил США предполагает и даже вынуждает американцев на проведение в регионе собственной активной политики. Политики, где понятие марионеточное правительство, военное вмешательство в дела суверенных государств всего лишь инструментарий для отстаивания своих масштабных геополитических интересов. Сербия. Октябрь 2001 года. После 12 лет нахождения у власти, Милошевич был изгнан революцией. Грузия. 2003 год. Эдуард Шаварнадзе был изгнан революцией РОС. Украина. 2004 год. Оранжевая революция привела к власти Ющенко. Киргизстан. Март 2005 года. Попытка революции тюльпанов в Киргизии. Четыре революции без применения насилия смели за несколько недель четыре авторитарных режима, остававшихся от советской эры. Каждый раз проигрывался один и тот же сценарий. Существующие правительства свергаются демонстрациями, сметающими все на своем пути. За последние пять лет ничто не смогло устоять перед ветрами свободы, унесшими бывших сателлитов Москвы одного за другим. В умах людей свобода зажигает огонь. Она заставляет их чувствовать свою власть, она побуждает их стремиться к прогрессу, и придет время, когда этот огонь свободы достигнет каждого уголка на нашей земле. Революция уносила один за другим режимы, удобные России, и это стало раздражать Кремль и Владимира Путина. Самое опасное... Опасно создавать систему постоянных революций, розовых, голубых или любого другого цвета. Надо уважать законы, существующие в этих странах. Как же эти революции все-таки возникают, кто их инспирирует, готовит и финансирует, и какая страна, следующая на повестке дня? В поисках ответа на этот вопрос путешествие приведет нас в такие страны, как Словакия, Сербия, Украина, Грузия и Киргизстан. Мы провели несколько месяцев с лидерами этих революций, которых Джордж Буш называет борцами за свободу, а также с теми людьми, которые находились в тени, наблюдая из-за кулис процесс необратимого захвата Востока. Братислава, февраль, дверь, через несколько часов должна состояться встреча на высшем уровне Путина и Буша. Первая встреча двух лидеров лицом к лицу после того, как оранжевая революция привела Украину в объятия Америки. Официально предполагалось, что эта встреча даст начало периоду примирения между Москвой и Вашингтоном. Но в кулуарах отеля «Мариот» разыгрывался совершенно другой сценарий. Сегодня вечером американская делегация проводит закрытую коктейль-вечеринку. На нее приглашены политические советники, бизнесмены, лоббисты, союзники Буша. В углу комнаты сидят звезды вечера, лидеры разноцветных революций, которые вытеснили промосковские режимы на Востоке. Джордж Буш лично пригласил их сегодня. Через две недели еще одна неделя остается. Я вас приветствую, и главная причина, по которой все это организовано, и мы здесь собрались, это чтобы смогли поговорить между собой украинцы и грузины. И главная цель – покорить Россию. Среди тех, кто сидит за столом, три ветерана этого международного революционного альянса. 33-летний Ивен Арович – лидер студенческого движения Сербии «Отпор», которое свергло Милошевича. 34-летний Гига Багирия – лидер грузинского студенческого оппозиционного движения «Кмара», который удалил от власти Шеварнадзе. Владислав Каскин – лидер украинской оранжевой революции. Они заняты выработкой новых планов. Я собираюсь на Кубу. Есть действительные причины? Нет? Нет? Мы пошлем 10 миллионов сербов на Кубу. В этом пакете – сувениры революции. CD, майка и книга. Это настоящий революционный набор. Влад, лидер оранжевой революции, очень рад такому пиару. Каждому хочется увезти с собой сувенир революции и поблагодарить героев. Особенно Пейджа Рифа, советника Белого дома по восточным странам. Это какая-то волна, безотносительно и к Владимиру Путину, и к господину Лукашенко. Волна, как цунами, которая все сносит. Это сувенирная фотография перед приездом американского президента. Завтра у них будет личная встреча. Мы хотим сказать Джорджу Бушу, чтобы он использовал нас для демократизации всего бывшего Советского Союза – Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизстана и, конечно, самой России. Это хороший шанс, чтобы демократия одержала верх в мире. И мы это сделаем. Встреча происходила за закрытыми дверьми. На следующий день звездами своей речи Джордж Буш сделал молодых революционеров, которые занимали места для особо важных гостей. Мы приветствуем группу выдающихся молодых мужчин и женщин из Восточной Европы. Мы приветствуем вас и благодарим вас за ваше мужество и вашу жертвенность. Революции, начало которым было положено 15 лет назад, теперь достигли Грузии и Украины. Конечно, зов свободы захватывает разум и душу каждого, и когда-нибудь настанет день, когда свобода придет в каждую страну и каждой нации. Мы пробуждаемся. Благослови всех вас, Бог. Это явный призыв к революции за час до того, как должен приехать Владимир Путин. Это вносит охлаждение во встречу на высшем уровне, которая должна была быть встречей примирения. Десятью днями позднее наше расследование переносит нас на 6000 километров из Братислава в Киргизстан, Центральная Азия. Бывшая Советская Республика, похоже, восприняла призыв Джорджа Буша. С приближением второго тура выборов напряженность в Бишкеке, столице Киргизстана, росла. Небольшая республика не богата природными ресурсами, у нее нет нефти, но у нее протяженная граница с Китаем, и поэтому она имеет большое стратегическое значение для Москвы и Вашингтона. Россия имеет там военную базу, также и Соединенные Штаты, но в 10 раз большую, использующие эту базу для ведения военных действий против Талибана в Афганистане. Обе стороны пристально следят за предстоящими выборами. Правительство запретило все демонстрации перед двумя турами выборов. Оппозиция весьма недовольна. Следуя примеру Сербии, Грузии и Украины, студенты готовятся выйти на улицы. Группа студентов попросила нас встретиться на окраине города в темное время суток. Это секретная встреча. Вокруг этого стола сидят 20 студентов оппозиционных режиму. Они собрались посмотреть фильм под названием «Свержение диктатора». Фильм рассказывает историю сербского движения, которое вдохновило на последующие революции. Этот фильм создан американцами. Это молодые сербы едут в Белград, чтобы делать революцию. Смотри, сотни людей вышли на улицы. Поразительно. Это их лидеры. Они говорили о том, что у них поначалу не было даже офиса для встреч, как и у нас. Они общались тайно в кафе и в сети. Мы использовали форму семинаров, чтобы показать студентам, что мы можем что-то сделать в Киргизии. Если сербы сделали собственную революцию, почему нам не сделать свою? Этот фильм показывает, что студенты могут стать той силой, которая свергнет любой режим. Надо работать вместе. Сербия! Сербия! Грузия! Украина! Киргизстан! Ура! 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 Эдил видел фильм уже десятки раз. Как многие борцы за свободу, он учился в Соединенных Штатах, получая стипендию от правительства США. Сейчас он работает в Национальном Демократическом Институте, возглавляемом Мадлен Олбрайт. Он отвечает за привлечение независимых наблюдателей к мониторингу выборов. Это последняя встреча сегодня утром. Другие наблюдатели ожидают от вас того, что вы будете задавать вопросы, если происходит нарушение. Пожалуйста, будьте активнее, и особенно вы, молодые. Вы являетесь авангардом. Я надеюсь, что я сумел донести то, что я хотел сказать. Эдил возвращается в свой офис, из окна которого видна площадь. Это центральная площадь. Пока на ней нет тысяч людей, но, возможно, однажды эта площадь наполнится людьми. Завтра вы идете на выборы. Вы можете это записать. Завтра день выборов. Завтра день выборов. Все должны прийти на избирательные участки. Вот это у меня шарф, который мне друг привез с Украины. Я провел на Украине полтора месяца. Национальный демократический институт послал Эдила на шесть недель, чтобы он понаблюдал закулисные маневры оранжевой революции. Это плащ тоже с Майдана. В один из вечеров пошел снег, и все надели плащи, и тысячи людей в этих плащах. Я был настолько впечатлен тем, что увидел, впечатлен украинской оппозиции, у которой было столько денег. Они были так хорошо организованы, и могли даже производить много таких вещей, что я взял этот плащ в качестве сувенира. Я его никогда не надевал. Я его показываю всем и говорю, они были готовы к революции, и у них были даже собственные плащи, которые они раздавали. Я надену его. Вот так. Большая часть всего этого была сделана благодаря безграничной финансовой поддержке США, которой вложили в украинские события 60 миллионов долларов во время выборов. Кыргызстан тоже отрабатывает финансовую поддержку Америки. 50 миллионов на военную базу и 50 миллионов для усиления продемократических групп. Ассоциация Эдила получает 110 тысяч долларов для мониторинга выборов. Это был Джордж Буш, принимающий присягу на инаугурации. У нас неоднозначное отношение к Джорджу Бушу, он не является моим любимым президентом. Но когда президент Соединенных Штатов говорит, «Все, кто живут при тирании, вы должны знать, что Соединенные Штаты никогда не забудут о вас, никогда не простят ваших диктаторов. Если вы будете упорно бороться за свободу, мы будем с вами». Поэтому мы поместили его на первую страницу этого информационного бюллетеня, поскольку это очень важно. Мы хотели совершенно точно найти, кто эти американцы, которые занимаются экспортом демократии в самые разные уголки планеты. Для того, чтобы это сделать, мы должны были направиться в такое отдаленное место в гольф-клуб в Бишкеке, столице Киргизстана. Представители основных американских организаций, работающих в Киргизстане, собрались за этим столом. 52-летний Майк Стоун, бывший репортер, теперь работает во Freedom House в группе Champion Leaders of the Press. 48-летний Брайан Кэмпбел, который находится в стране 15 лет, он руководит местным офисом ID в American Development Agency. 43-летний Тони Дэвид Грие, он здесь для того, чтобы обучать Киргизстан рыночной экономике. Все они искренне верят в свою роль здесь. Если политика США, политика, основанная на принципах свободного рынка в интересах Соединенных Штатов, то мы приносим сюда принципы наилучшим образом развитой экономики. Я не могу сказать, какие политические мотивации Вашингтона привели нас сюда, но то, что мы делаем, это на пользу людям здесь и несколько способствует улучшению их жизни. Мы здесь в связи с выборами для наблюдения за свободой воли изъявления, и это мы делаем хорошо. Мне все равно, что думает мистер Путин, поскольку он возглавлял КГБ, и мы знаем, как он действует, но это не имеет значения. Майк Стоун хорошо знает методы КГБ. Перед тем, как приехать в Киргизию, он прекрасно изучил эти методы Венгрии и Белоруссии. 52-летний Майк Стоун возглавляет единственное издание в стране, которое осмеливается печатать оппозиционные газеты. Будучи всегда осторожным, он привозит нас сюда под покровом ночи. Хотя выборы далеко, и местное КГБ ослабило давление. Вот мы и здесь. Секретная полиция сегодня здесь недалеко, но не здесь. Они нас не засекли. Да, все остальное в машине. Да, всякие бумаги. Да это шутка. Хотя нет. Это психологический метод ведения войны. Музыка кантри, которую мы включали на полную. А ты знаешь, это серьезно, как мы свалили на Рьегу, транслировали на страну рок-концерты. Это ассоциация Майка Freedom House, где печатаются шесть оппозиционных местных газет. До того, как Майк сюда приехал, они зависели от воли правительства. Внутри издательства все понятно. На стенах висят таблички со словами поддержки от американского народа к киргизскому. Одна из табличек напоминает принадлежность журналиста Стоуна, государственный департамент США, цель которого укрепление демократии и прав человека. Киргизское правительство десять дней назад запретило выход газеты из-за этого заголовка. Вот дом, который построил Акаев. Здесь показывается картинка с мальчиком маленьким, которому на голову упала крыша. Интересно, что в течение последующих пяти дней электричество было отключено, а это было за пять дней до первого тура парламентских выборов. Сейчас издательство работает о двух генераторах из американского посольства, но согласно слухам в Бишкеке, электричество было отключено совершенно по другой причине. Я не помню, но, по-моему, это называлось «От диктатуры к демократии». Это читали молодые украинцы и сербы о ненасильственной революции. Мы реадаптировали эту тему бархатных революций. Я обычно говорю «зеленая революция». Дайте им денег. «От диктатуры к демократии». Майк Стоун – простой бизнесмен, говорит, что он едва помнит, как издавалась небольшая карманная книга о революции. Толикан Исмаилова, член киргизской оппозиции, опубликовала эту книгу Майка Стоуна. Она перевела эту брошюру и тайно распространяла ее в форме информационных бюллетеней. Она называлась «От диктатуры к демократии». Я перевела ее на киргизский язык. Это Библия. Она спасет киргизский народ. Это мощное оружие. Она объясняет, как уничтожить диктаторский режим ненасильственными методами. Сербы, грузины и украинцы использовали эту книгу при осуществлении революции. В ней объясняются слабости диктатуры, как подготовить ненасильственную революцию и, наиболее важно, дает новую стратегию взятия власти в свои руки. Я напечатала 6 тысяч копий и еще примерно 100 осталось. Надо напечатать еще, поскольку студенты жаждут получить эту брошюру и распространить ее во всех кампусах. Все ждут продолжения. И в моей деревне тоже ждут. Они все хотят увидеть, как произойдет смена власти. Вот северная часть Киргизии. Я разослала тысячи экземпляров по всей стране. У нас есть активисты, которые распространяют. Она очень популярна на юге. И она уже начинает работать. Мы возвращаемся в Freedom House. Майк Стоун готовит завтрашнюю передовицу, еще одну с сильной политической точкой зрения, которая может обострить взаимоотношения с местными властями. Шеварнадзе, Кучма вычеркнутая, а Акаев на очереди. Он будет следующим. Акаев – это киргизский президент, избранный 15 лет назад с перевесом голосов в 5%. Я назову имена диктаторов. Лукашенко, Путин. А кто этот парень? Майк Стоун не боится. Возможно, он надеется на поддержку своего босса, республиканского сенатора Джона Маккейна. Мы поговорили с сенатором в Вашингтоне. Более 10 лет он возглавляет Международный республиканский институт, помогая экспортировать демократию по всему земному шару. МРИ частично финансирует издательство Майка Стоуна, но сенатор не считает это вмешательством во внутренние дела Киргизстана. Я не считаю, что попытка научить основам функционирования демократии является какой-то попыткой свержения правительства. Я думаю, что иногда надо проводить черту между поддержкой демократии и вмешательством во внутренние дела. Но я верю, что рано или поздно с помощью или без помощи какой-либо из этих организаций народы Украины, Грузии, Ливана, Киргизстана поймут это сами. Камера запечатлела, как сенатор Маккейн как раз перешел эту черту между поддержкой демократического движения и вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Он попросил Майка Стоуна пригласить министра иностранных дел Киргизстана на телефонный разговор. И когда американский сенатор звонит, министр подходит к телефону. Доброе утро из Вашингтона, доброе утро в Лондоне, Праге, Москве, в Пекине, Багдаде и добрый вечер в Бишкеке. Чтобы быть уверенным, что послание дойдет до всех, Маккейн обращается к большинству шефов бюро организации. Мы надеялись, что пресса будет выходить без тех препятствий, которые для нее были поставлены киргизским правительством или каким-нибудь другим государственным агентством. Такому контролю над прессой, характерному для советского времени, нет места в свободном обществе. Киргизский министр подвергался критике около часа, но он не может защитить себя. Экономика его страны весьма сильно зависит от США. Поэтому, отвечая, он вынужден приносить извинения. Господин сенатор, вы меня слышите? Мы весьма сожалеем об этих инцидентах, но они не должны положить тень на имидж правительства Киргизстана, на его много раз выраженную готовность взять на себя обязательства по поддержке независимых средств массовой информации. И, соответственно, когда общество, страна, еще не созрели, то навязывать им демократию контрпродуктивно. Я прав? Многие люди задают вопрос о том, возможно ли оранжевая революция в Киргизстане. Я не верю в возможность оранжевой революции в Киргизстане. Я не думаю, что она необходима. Однако это утверждение оказалось неверным. Революция разоразилась десятью днями позже, и ее опять возглавили студенты. Лозунги, эмблемы, цветы, которые преподносили полицейским, были символического цвета. Методы очень сходны с теми, которые использовались в Сербии, Грузии и на Украине. В течение двух часов правительство было изгнано. Происходил штурм президентского дворца, и это привело к коллапсу режима Акаева, который был у власти в течение 15 лет. За всеми этими волнующими событиями мы потеряли Эдила. Десятью днями ранее он рассказал нам, что мечтает увидеть центральную площадь Бешкека, заполненную людьми, и его мечта сбылась. Однако Эдил пропустил праздник Победы. Он был одним из первых, кого арестовали. На этих кадрах киргизского телевидения видно, как его уводят. Несколько днями позже мы опять встретились с ним. Он просил нас, чтобы встретиться перед президентским дворцом, закрытым после революции. У него не было никаких сожалений. Он был уверен, что цель оправдывает средства. Так же, как и на Украине после оранжевой революции, так же, как в Грузии, было написано много статей, обвинявших в том, что это был американский проект и все такое. Знаете, даже если это и так, даже если он и был, я не чувствую потребности в извинениях. Да, иногда они помогают свергать режимы, но это не вмешательство во внутренние дела. Это борьба за справедливость, за права человека, за человеческое достоинство. У Майка Стоуна, печатавшего оппозиционную прессу, тоже нет никаких сожалений. Скажите, пожалуйста, вы счастливы? Да, я счастлив. Я счастлив, потому что режим Акаева был свергнут. Я сделал все, что мог. Это наша работа, знаете ли. Теперь, может быть, появились какие-то возможности, какое-то окно, чтобы жизнь стала лучше. Я весьма удовлетворен. И я, и все наши парни чувствуют, что наша миссия выполнена. Мы оставили Бишкек его революции, а Майка его работе и отправились в Бостон. Мы хотели найти автора книги о том, как все эти революции возникают. Он работает здесь, в фонде имени Эйнштейна, который был основан в 1983 году. Академик Мейджин Шотт писал о ненасильственных революциях в течение 40 лет. Он написал эту брошюру 15 лет назад. Число переводов зашкаливает с тех пор, как сербы сделали эту брошюру Библии. Я думаю, что это 20 или 21. Они продолжают увеличиваться. Его книга «От диктатуры к демократии» детально рассказывает о том, как осуществить революцию, используя самые простые методы, начиная с установления дружеских отношений с полицией, которые являются краеугольным камнем. Люди, оказывающие сопротивление в Сербии, сознательно смягчали отношения военных и в некоторой степени даже полицейских, чтобы они не были столь жестоки в своих репрессиях, когда они сталкиваются с теми, кто им противостоит. В течение двух лет до того, как Милошевич был свергнут, 14-летние и 15-летние молодые люди и девушки приносили полицейским небольшие пакеты с чем-то, я не знаю, может быть с едой, чтобы морально ослабить поддерживающих Милошевича. А теперь они стали лидерами и совершенно уже сознательно идут на контакты даже с высшим офицерским составом полиции, чтобы, когда они придут, полиция позволила им пройти. АПЛОДИСМЕНТЫ Но человек, который работает в тени со времен сербской революции, использующий идеи Мейджана Шота в других странах с книгой в руке, не академик. Он бывший офицер в отставке, Боб Хелви, с которым мы хотели встретиться в течение нескольких месяцев. Он редко общается с репортерами, но с нами обещал встретиться здесь сегодня. Покажите нам, пожалуйста, где Боб Хелви. Вот он, пожалуйста. Мы с ним много общались лично. Боб Хелви провел 30 лет в американской армии как офицер пехоты. Он помогал обучать оппозицию в Бирме. Он знает самые лучшие способы, как ослабить армию и свергнуть правительство в этом регионе. Идея состоит в подрыве опорной базы, вырвать ее из лагеря авторитарного режима, из ее собственного лагеря. Вы должны не уничтожать их, а оторвать их и привести их к мысли, что завтра это место будет местом для них. Институт сенатора Маккейна, того самого, который финансировал издательство Майка Стоуна в Бишкеке, который преподал урок киргизскому министру иностранных дел, который сделал так, что Боб Хелви согласился на личную беседу, который делился своими советами с молодыми сербами за два месяца до того, как был свергнут Милошевич. Мы поехали в Белград, чтобы встретиться с Сержем Поповичем, одним из первых учеников Боба Хелви. У бывшего революционного лидера теперь 20 кафе в Белграде. Мы тысячу раз встречались с Робертом Хелви, в то время у нас была в разгаре очень большая компания. Я имею в виду, что мы в то время уже имели тысячи сторонников и так далее. Это было очень полезно для развития дальнейшей программы. Вы выбираете людей из полиции и продолжаете их убежать в том, что Вы жертва и они жертва. Вы жертва не потому, что вся полиция хочет арестовать группу молодежи. Первым делом надо сделать себя видимыми путем публичных акций выбрать символ. На Украине, например, это был цвет. Это лишь средство для общения. Это то, почему люди могут Вас опознать. Затем Вы проводите публичные акции, в которые Вы увлекаете как можно больше людей, поскольку Вам нужны человеческие ресурсы, массы для того, чтобы одержать победу. Страшно эффективный метод. Через три месяца после учебной сессии Боба Хелви режим Милошевича пал. Сербы были первыми подопытными мышами метода Хелви, экспортирующего свою ноу-хау в любую точку, где есть люди, мечтающие о революции. Они помогли грузинам отстранить Шеварнадзе от власти. Они помогли проложить дорогу оранжевой революции. Метод всегда один и тот же. За два месяца до выборов секретно организуются семинары для подготовки студентов-лидеров. Мы поехали на Украину, где нашли материалы одного из таких семинаров. Это происходило за два месяца до оранжевой революции. Студенты – это украинцы, мечтающие о переменах. Их учителя – сербы, которые ранее были инженерами собственной революции. Вы должны понять, что Вы не одни, что за пределами Вашей страны есть много людей, готовых помочь Вам. Они разделяют Вашу боль. И мы сделаем все возможное, чтобы Вы были уверены, что однажды будете жить в демократической стране, в свободной Украине. Мы рассказали им, как основать организацию, как сделать движение настоящим брендом, как разъяснять свои цели, как рекрутировать активистов и людей, преданных этому делу. И, конечно, как найти деньги. Другие выступавшие на семинаре – это представители американской организации. Они оплатили приезд сербов сюда. Конкретно, вот этот человек был послан фондом Маккейна и Фридом Хаусом. Они убеждены, что никто не наблюдает за тем, что они делают. Убеждены. Мы должны это положение изменить. Мы должны дать им понять, что за ними наблюдают. Я уверен, что вы все видели Спайдермена или еще другого, или Супермена. Во всех этих фильмах есть такой гений, которого никто не видит, но он контролирует город. Он везде, все его боятся. Мы должны быть таким гением. Мы должны каким-то образом сразу появляться, чтобы представлять собой угрозу. Через 10 дней после семинара наиболее многообещающие собираются в Крыму для практического обучения. Это один из примеров такого обучения. Это последняя встреча с этой небольшой армией, которая будет заниматься мобилизацией украинских избирателей. До выборов полтора месяца. Этот практический семинар финансируется Фридом Хаусом, той же самой группой, которая печатала прессу в Киргизстане. Мы решили посетить нью-йоркский офис Фридом Хаус. Эйджин Крапневский возглавляет Украинское отделение ассоциации. Проходя по офису, он пользуется моментом, чтобы прочитать нам короткую лекцию на тему демократии. С зеленым цветом обозначены свободные страны. Вот вы видите Украину, поскольку это было годом ранее, и Грузия. Они лишь частично свободны. Еще нет глубоких институционных перемен. Это желтого цвета. Да, желтого. А это те страны, которые являются целью. Полусвободные страны это та часть, которая вызывает беспокойство. Какие? Россия, Китай, Иран, Саудовская Аравия и так далее, и так далее. Мы дали небольшой грант, думаю, где-то около двух тысяч, что дало им возможность собрать сотни активистов в Евпатории в Крыму, и они там обучались, как организовать социальные мониторинги и гражданские обучающие компании к выборам. Проблема в том, что в 50-е, 60-е, 70-е годы подобной работой в США занималась ЦРУ. Я считаю, что это было ошибочно, поскольку затем оказалось, что по существу это коррумпированные политические движения, а их делают инструментами в руках американских разведывательных служб. Таким образом было решено, что США прозрачно и публично будет осуществлять подобную деятельность. И этот метод работает. Мы отправились в Грузию, чтобы подтвердить это. Страна переместилась в американский лагерь после революции РОС 2003 года. Сегодня в столицу Тбилиси прилетает с визитом президент Буш. Каждый год Соединенные Штаты вкладывают в Грузию более 100 миллионов долларов по разным проектам оказания помощи. США также держат здесь стратегическую военную базу, как в Киргизстане. Этот человек американский мультимиллиардер и член демократической партии Джордж Сорос, осуществлявший помощь лидерам революции РОС через свой фонд Open Society Georgia Foundation. Коралла Майя является представителем фонда Джорджа Сороса в Грузии. Сейчас он является министром национального образования Грузии. Была программа, которую мы назвали программой поддержки выборов, включавшая в себя мероприятия по информированию общества, организацию концертов, афиши, телевизионные передачи и другие подобные вещи. И на все вместе было потрачено 300 тысяч американских долларов. Вот это я с Бушем старшим, а это с Бушем младшим. Бывший грузинский президент Эдуард Шаварнаци был смещен со своего поста, потерял все, он живет своими воспоминаниями и верой. Молодые политики, захватившие власть, по большей части финансировались Джорджем Соросом, известным американским миллиардером. Я не знаю, почему он захотел свергнуть грузинское правительство, но это не была революция, это была попытка переворота. Для некоторых режимов в Центральной Азии и западных странах эти цели неприемлемы, но я думаю, что они приемлемы для народов этих стран. Гига Бакерия был ключевым лидером грузинской революции. В первый раз мы встретили его в Братиславе. Мы встретили его еще раз в здании парламента в Тбилиси. 34-летний лидер пришел сюда, что не является естественным для человека, который стал главным советником президента Грузии, но он хотел посетить эту утреннюю сессию парламента. За несколько часов до прибытия американского президента у Бакерия было две встречи в отеле «Мариот» с Анатолием Лебедко, лидером белорусской оппозиции, которые ищут совета, как разжечь революцию по возвращении домой. Как сербы до них, так грузины теперь экспортируют свой революционный опыт. Кто наиболее уязвим в окружении президента или в администрации? Есть ли вообще такие люди, которые имеют влияние, которые могут делать игру? Да, это важно. Люди внутри режима. Люди, близкие к президенту? Наш президент Лукашенко, всех, кто представляет собой какую-то ценность, самодостаточные личности, все, кто представляет угрозу, либо сажает в тюрьму, либо подвергает физической ликвидации и отправляет ссылку. Он не может выносить рядом с собой того, кто умнее его. Его моральный образ нам известен. Он такой же, как и все другие диктаторы. То же самое было и у нас. Можно ли сделать так, чтобы по всей стране развесили сотни и сотни листовок? Вы сможете доставить? Или будут огромные потери? Будет много смертей. Вот об этом я и спрашиваю. Мы должны это обдумать. Все же очень сложно. А как обстоит дело с деньгами? Как с этим дела? Сейчас пока есть. В основном политическая поддержка и обещание прислать помощь. Есть решения американского Сената, которые должны принести нам несколько миллионов долларов. Это все, что пока есть. Мы еще ждем. И все, что пока есть. Мы поможем вам. Мы сделаем кое-что для вас. Мы дадим вам 4 миллиона на то, чтобы захватить власть. Вы считаете, что достаточно? Через 2 часа в вестибюле Центрального банка. Это главный советник Гиги. Президент Грузии готовится встретиться с корреспондентами Белого дома перед прибытием Джорджа Буша. Поскольку для Грузии и грузин это является возвращением на карту мира, возвращением в цивилизованный мир после более чем 200-летней колонизации Российской империи и Советской империи. Сегодня хозяином является этот человек Брюс Джексон, американский офицер в отставке, который также работал в военной разведке, оказывавший помощь армиям различных стран. Сейчас он возглавляет фонд с врачевым названием «Проект по переходным демократиям». Его можно найти везде, где поднимается новая волна революции. Обычно хранящее молчание он согласился дать нам интервью. Россия является местом, которое вызывает нашу обеспокоенность в связи с дефицитом демократии и притеснением народа. В Грузии, в Риге, в Братиславии и Киеве мы видели новую демократию. Короче говоря, первое беспокоит, а второе вдохновляет. Брюса Джексона нет в списке первых лиц официального протокола. Но когда прибывает грузинский президент, Джексон первый, кого тут приветствует. Это Михаил Саакашвили, самый молодой президент в мире, получивший образование в Гарварде и много значащее для США. И он это знает. После стольких лет коррупции и ошибок в управлении, теперь, я думаю, Грузия доказывает, что она является примером того, как демократия может работать в этой части мира. Мы верим в те же ценности, что и американцы. Мы помним, что сделали американцы для этой страны за эти годы после завоевания независимости. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо. Теперь он может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Молодой грузинский президент не боится напрямую сражаться со своим бывшим большим русским братом. Мы четко говорим, что мы хотим ликвидации российской базы, мы хотим сделать это смело, но мы не хотим их выдворять. Так, сирийские войска не сразу покинули Ливан. Но все должны понять, что более не существует Советской империи ни в какой другой форме. В нескольких шагах от грузинского президента находится Брюс Джексон. Можно вас спросить? Я что-то сказал неправильно? Нет, сэр. Мы никогда не говорим, что вы неправы. Дайте президенту отдохнуть, сделать перерыв и выпить бокал вина. Иногда вас изображают как теневого деятеля, который работает с оппозицией. Нет, мне грустно это слышать от представителей французской прессы. Нет, мы здесь не потому. Мы тут потому, что здесь правительственные деятели, с которыми нам надо поговорить. Интервью закончилось. Джексон тихо удаляется вместе с Гигой. В центре Тбилиси ожидается прибытие Джорджа Буша. Около двух тысяч человек собралось на бывшей площади Ленина, теперь известной как Площадь Свободы. Белорус Анатолий Лебедко продолжает переговоры с потенциальными спонсорами. Вместе с ними мы в Международном Республиканском Институте в фонде сенатора Маккейна. На стене висит майка с надписями, нанесенными в этом фонде на ней даты Великих Революций. Рядом с некоторыми странами стоят сокращения TBD to be done, что означает должно быть сделано. 06-е. Мы следующие. Белорусы. Выборы назначены на 2006 год. Вы следующие? Конечно. В следующем году мы победим. Это справедливо. Анатолий хотел бы быть среди высокопоставленных гостей на первой встрече с Джорджем Бушем. Но прежде чем он сможет претендовать на звание очень важной персоны, он должен провести революцию. В 15 часов Джордж Буш подошел к микрофону, чтобы произнести речь, которую очень ждали. Соединенные Штаты и Грузия несут большую ответственность, и все вместе мы будем делать наше дело по распространению свободы к миллионам, которые ее не имеют, ее не знают. Мы будем продолжать дело свободы. Моя страна – маленький Советский Союз. Мы должны присоединиться к цивилизованному миру и не возвращаться в Советский Союз. И вы думаете, что Джордж Буш вам в этом поможет? Я думаю, что белорусский народ имеет право решать свою судьбу, но в данный момент нам необходима международная поддержка. Это абсолютно жизненно необходимо. Это дело жизни и смерти. Через несколько дней мы отправляемся в Вашингтон. После нескольких месяцев ожидания Брюс Джексон, главный лоббист Белого дома, дал согласие на наше посещение штаб-квартиры его фонда. Он всегда улыбается, проводя нас по офису, который посещали все лидеры разноцветных революций. На стенах фотографии его отца, сооснователя ЦРУ и Джорджа Буша. Белорусской жене Джексона принадлежит активной роль. Здесь, на этой фотографии, Кандализа Райс и моя жена. Какая она, Кандализа Райс? Она говорила публично, что Беларусь должна быть свободной и демократической, а задача Соединенных Штатов помочь нам. Если подходить с позиции Министерства иностранных дел, то правительство Лукашенко не может быть принято в Белом доме, а свободные белорусы могут. Сюрприз! Вот идет Гига Бакерия, лидер революции в Грузии. Будучи по делам в Вашингтоне, он принес Брюсу Джексону сувениры. Это исторический бренд. Майка движения Кмара. Я не знаю, кому подойдет этот размер, может быть и Ирине. Это вам обоим, я не знаю, кому больше подойдет. У меня больше таких маяк нет, их была всего дюжина. Для нас было вторым сюрпризом, когда пришли две российские студентки, настроенные оппозиционно к режиму Путина. Здравствуйте, я Юля. Они начинают работы в оппозиционном движении и пришли сюда искать поддержки. Брюс Джексон не выражает желания, чтобы мы остались, но его жена настаивает. Брюс Джексон, привет. Ирина Черкасова. Обе российские студентки тоже удивлены, они не предполагали увидеть здесь героя грузинской революции. Вы знаете Гигу? Нет, к сожалению. Опять Грузия? Очень приятно. Гига. Это весь наш банк. Но очень много красного вина. Украинцы смогли, почему же мы не сможем? Поэтому так важно встречаться с такими людьми, как Брюс Джексон, Гига. Это наши советники. Это важно. Фактом является то, что это распространяется все на большее число стран. Чем дальше, тем больше. Вначале была маленькая Сербия и Грузия, затем большая Украина. Теперь надо, чтобы большая Россия. Это дело времени. Как велика будет цена, как далеко пойдет режим для того, чтобы сохранить то положение, которое имеет место быть. Только от этого зависит уверенность. А советы, как вы думаете, они их примут? Я бы не назвал это советами. Я бы назвал это, мы будем передавать им свой опыт, как организовать. Все это вы уже знаете. И это уже их дело, что выбрать, конкретные какие-то вещи, которые они посчитают нужными, которые будут в России работать или нет. Встреча продолжалась более часа без камеры. Брюс Джексон отметил, что разжигание революции в России, означающее прямую атаку на Путина, это определение, имеющее два значения. Это означает, что следующей целью определенно является Россия. Через три дня мы решили посетить в Москве Юлию, одну из российских студенток. В обстановке разворачивания одной за другой революции на Востоке полиция выслеживает любое проявление оппозиционного движения здесь. Это дом, в котором Юлия основала офис на первом этаже в центре города. Я покажу вам комнату, где проходят собрания, где собираются вместе деятели антипутинского движения. Это место выглядит так же, как многие другие, которые мы посетили во время нашего расследования. Те же самые лозунги на стенах, те же небольшие столы. Очень трудно представить, что отсюда идет распространение революции. Движение имеет название обороны, то есть нам еще нет двух месяцев, мы только начинаем. Первую демонстрацию мы провели два месяца назад, это наша эмблема. Мы берем этот флаг на наши мероприятия. Это так же, как в Сербии и Грузии, которые выбрали это символом борьбы. Это главная цель. Путин. Вот наша наклейка. Это живая фотография, вот так вот показывает, это вот Путин. Этим утром активисты движения организуют демонстрацию. Они все арестованы и посажены в тюрьму. Кто-нибудь с рюкзаком или с сумкой есть? А барона находится. Нас в последнее время очень любят ОМОН. Это специальные силы, которые взяли нас на заметку, у них есть наши имена и фотографии. Они арестовывают нас на демонстрациях. 21-летняя Лена, студентка, изучающая экономику. Все многочисленные цветные революции в других странах настроили российское правительство таким образом, что они теперь постоянно говорят, «Вот оранжевая чума». Они продолжают говорить, что оранжевый сценарий может быть разыгран в России, они реально боятся. Фашисты в Кремле боятся революции здесь, того, что русские люди могут свергнуть путинский режим. Запугивание со стороны полиции подтверждается тем, что для демонстрации вышло только около 300 человек. Их встречают специальные службы, участвовавшие в операциях в Чечне. «Россия без Путина». Каждый день присоединяются к нам новые люди. Они говорят, «Мы вас поддерживаем». Нас больше, чем кажется. Чем кажется. Это как Владимир Путин отвечает на угрозу революции. Это называется «Движение наше», основанное после Оранжевой революции. Оно собрало молодых людей, поддерживающих Путина, под непосредственным руководством российских властей. Десятки сотен молодых людей, поддерживающих Путина, выходят на демонстрации для того, чтобы бороться с тем, что они называют революционным насилием. Мы никогда не отдадим нашу страну, и только мы, русские, будем всегда управлять ею. Кремль секретно создал антиреволюционное министерство. Идея зародилась в голове Глеба Павловского, верного союзника режима. Глеб Павловский, верный поддержка режима. Вы должны понять, что наши – это просто видимый тип контрреволюционеров Объединенного Пропутинского фронта. Если мы захотим, мы призовем к действию все части Пропутинского фронта, и это будет очень грозная сила. Но мы можем сопротивляться в наших границах. Мы не хотим вмешательства Соединенных Штатов в наши дела. Мы не хотим, чтобы Соединенные Штаты приходили в наш дом. Мы не хотим, чтобы Соединенные Штаты учили нас, как быть русскими. Мы просто не хотим, чтобы оказалось у нас дома. Если Соединенные Штаты действительно решат совершить свое завоевание Востока, и новая русская революция действительно произойдет, многие предполагают, что у нее будет только один цвет – красный. Цвет неизбежного столкновения двух держав, которые медленно, но верно идут к противостоянию друг другу в крайне опасной битве. « wod case»! « две, две!» «Дверь»! Субтитры создавал DimaTorzok Цветные революции в Сербии, Грузии, на Украине и в Киргизии происходили по одному сценарию. К великой радости Запада на протяжении последних пяти лет одна за другой вспыхивают бархатные революции в Восточной Европе и на просторах бывшего Советского Союза. Сербия, Грузия, Украина, Киргизия. Следующая цель – Москва. Бархатные революции – это не революции в прямом смысле. Это изменение существующего строя мягкими методами. Что они делают? Они приходят и тренируют избранных ими лидеров молодежи в университетах. В случае с Украиной они взяли их в Сербию или они встречаются в нейтральных странах и натурально делают их ангажированными провокаторами в технике, которую корпорация Рент называет «чилиным роем». Как это действует? Телекоммуникации, мобильные телефоны делают секретным все предприятие. Существуют СМС-коммуникации между различными группами молодежи в городе. Вам нужно всего 10-20 натренированных лидеров, полевых игроков. Используя СМС, они говорят «Окей, выдвигайтесь все на такую-то площадь в определенное время». CNN, BBC, они знают об этом заранее, готовят там камеры. И весь мир видит в новостях, что невинная молодежь с транспарантами или с оранжевыми шарфами. Это свобода, это прекрасно, и правительство должно отступить. Мы не можем стрелять, как на площади Тяньаньмэнь. Поэтому сетью невидимых действующих лиц вы можете разрушить устоявшееся правительство, если это правительство не понимает, что происходит. Первая ласточка оранжевой революции в России пролетела над Питером. Здесь состоялся марш несогласных, организаторы которого умело использовали недовольство горожан в связи со строительством нового 300-метрового небоскреба «Газпрома», который может, по их мнению, изменить исторический облик города. Но о небоскребе вскоре забыли. Здесь, в Фанкт-Петербурге, понять, идти голосовать, и голосовать за нас, за другую Россию. Идите и бежите, другая Россия. На митинге недолго побыл бывший премьер Касьянов. В британской газете «Гардиан» он заявил, что в случае его победы на президентских выборах в России нефть за рубеж будет продаваться по 20 долларов за баррель. По справедливой цене для Запада. Еще один революционер – Гарри Каспаров. В узких кругах его называют командировочным. Он вернулся из Америки, как некогда его коллега Лев Троцкий. Многие из наших товарищей были арестованы, не просто так, вырваны из колонн, направляясь сюда, на место этого митинга. Уже был арестован Эдуард Лимонов и многие другие наши коллеги и товарищи. Америка. Выступление Каспарова в Национальном фонде поддержки демократии. В течение каждого года своего президентства Владимир Путин возвращал мою страну назад, к темным дням полицейского государства, которое еще свежо в моей памяти и памяти моих союзников, и иностранцев тоже. Общественное мнение на Западе уже подготовлено. Репортаж CNN. Протестующие против проведения в стране реформ, разбрасывающие листовки, и поджигающие петарды, были в большом количестве арестованы в одном из крупных городов Центральной России, в Нижнем Новгороде. Эти протесты были организованы с зонтичной группой, называющей себя «Другая Россия», которую возглавляет бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он говорит, что Кремль лишил их многих свобод, в том числе и на собрании. На самом деле, в Нижнем Новгороде, в несанкционированном марше, принимали участие всего около 50 демонстрантов, и примерно столько же журналистов, специально приехавших из Америки и Европы, освещать мероприятия. Сюда поверни, сюда красный поверни, пожалуйста. Поверни, поверни сюда. Давайте двигаться сейчас. Но в Америке этой правды не знают. Сейчас вот марш несогласных разбили. Это же просто, как бы сказать, уголовное поведение. ОМОН напускают на стариков, пенсионеров в Москве. Это же случилось. Может быть, по российскому телевидению показывают там их как бандитов. Но они же на самом деле искренне желают каких-то политических перемен. Они желают участвовать в формировании общественного мнения. Так что это, с точки зрения Америки, это действительно криминальное правительство. Чтобы покорить народ, не нужно прибегать к оружию, говорит древняя библейская мудрость. Достаточно получить возможность воспитывать его детей. Обучающий семинар украинских оранжевых для российской организации «Смена» в Москве. Сегодня мы говорим о том, что было в Украине. Наши задания, мы, так считай, немного поделиться тем, что у нас состоялось. Очень такая важная церковь аудитория – это бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки – это спецназ. У нас как говорили, спецназ – билеты. У нас такое было предназначение – спецназ – вязаные билеты. У нас крикало, не трогайте наших детей, что вы делаете с нашими детьми, и так далее, и так далее. То есть бабки в данном случае сыграли для нас вперед. Это было очень важно показать медицине, что это ваши дети. Не трогайте наших детей! Позор вам! Это свои личные свободы, для себя, собственно говоря. Нужно понимать, что вы идете до конца. Что принято решение, оно должно быть. Удастся первый раз, не удастся, иначе он будет второй раз. Должно быть созданное ядро. Ядро, которое твердо знает, чего хочет. Молодежная организация «Смена» – это аналог украинской пары. Смену готовят для будущей революции. Сейчас эти ребята только начинают. Собрание организации проходит на съемных квартирах в Москве. На мониторе кадры из фильма «Революция. Инструкция по применению. Украина. 2004 год». Меня поразила одна история, которую я лично был свидетелем, наблюдал, когда ребята, приехавшие из Западной Украины, их было довольно много, и вот они в один день, у них был план пойти, как они говорили, подрывать институты. То есть брать студентов с институтов и везти их на Майдан. Представьте себе картину. Три-четыре человека из другого города перекрывают вход в центральный студ киевский. Я не помню, какой это был, политехнический какой-то или куда-то они там пришли. Точно я не помню. Перекрывают вход, не пуская студентов внутрь, просто закрывают собой. И один человек с мегафоном говорит, «Все, ребята, сегодня занятий не будут, все идем на Майдан. Решается судьба страны». Действительно, вот эти три маленьких, совершенно внешне невзрачных человека увели с собой толпу в 5-6 тысяч на Майдан. Меня это тогда очень сильно поразило и воодушево. Аналитики ЦРУ считают, что в России сложилась ситуация отдаленной перспективы. Это когда молодое поколение нужно взять в разработку и выйти на финишную прямую в 2012 году. Украинские оранжевые учат русских везде. В Киеве, во Львове, в Москве. Мы встретились с лидером движения «Россия молодая» Максимом Мищенко. Он на протяжении нескольких месяцев отслеживал все акции «Марша несогласных» и заметил любопытные закономерности. Формируется команда профессионалов, которые очень хорошо и четко знают все эти уличные технологии. И «Марш несогласный» – это один из элементов этих технологий. Вот на видео можно, в общем-то, наблюдать, как одни и те же люди выполняют определенные действия. Их можно классифицировать, эти действия. Значит, один из элементов очень важных – власть однозначно плоха. И участники марша всегда должны выступать в роли обиженных. То есть, во-первых, это картинка, картинка, которую будут показывать западным домохозяйкам. Вот, допустим, был такой случай на одном из мероприятий здесь, в Москве. Когда маленькая девушка подошла к рослому ОМОНовцу и попросила «Дядя, ударь меня». ОМОН ей сказал «Ты что, девушка, как я тебя ударю? Ты такая маленькая». Тогда она просто легла рядом с его ногами на холодную землю. Он начал ее поднимать. Тут же тонкая девичья рука просунулась сквозь толстые ОМОНовские ляжки. Тут же подбежали репортеры и начали это снимать. Вот, как власть избивает детей. Они бросают бутылки, они стараются, задирают постоянно ОМОН. Потому что ОМОН, милиция, это тоже люди. Они тоже реагируют на такие выпады, как на личное оскорбление. И очень часто они начинают вести себя, даже забывая о приказе командира, и начинают просто отвечать. Помимо этого, есть специальный отряд бабушек, которые, в общем-то, тоже профессионально гастролируют из одного города в другой. И которые, в общем-то, цель которых, ну, в общем-то, есть такая терминология, она пошла из Украины – замолаживать ментов. Что это значит? Это значит подходить к милиции и говорить, там, вот вы наши, там, вы наши сыночки, вы наши миленькие, вот вам цветочек, вот вам конфетка. Марш несогласных в Питере. Вот эта бабушка конкретно, ее видел Саша в Нижнем Новгороде. То есть она входит в состав этих профессиональных бабулек, которые ездят по городам и принимают участие в качестве технологов в этих мероприятиях. Кстати, удивительно то, что в России применяется технология с бабушками. Вот на Украине там в основном этим занимались молоденькие девушки. Вот, ну, не знаю, может быть, там денег не хватает пока на молоденьких девушек вот используют бабушек. Этот разговор был записан между организаторами одного из марша несогласных и некими людьми, которые вызвались привезти из другого города студентов для участия в демонстрациях. Ну, вот какая ваша сумма, называйте, да? Мы хотели, там, где-то за ребятенка рублей за 400 оставить. Недорого это для вас. За каждого? Да. 400, а человек 30, да? Сколько скажете, столько привезем. Ну, конечно, 500 мы не привезем, как-то в Самаре делать, но... Так, 300, да, чего? Людям потом... 100 человек, значит, если... Ну, давайте 60 мы наберем. 60. 60. 60 спокойно. Людей, которые никогда не скажут ничего. 60, это значит... Ну, я не знаю, значит, если вы говорите по 400 рублей на человека, значит, если мы берем даже 100 человек, это получает 40 тысяч. Правильно вы считаете? 40 тысяч. Я не согласен, и поэтому я пришел сюда. Ты кто? Ты кто? Я... Я не согласен, и человек! Ну, давай, бежда, толпа, куда идти? 100 транспарантов! Все, кто принимает... Мы стоим возле туалета, растяжка черная, видишь, я стою сразу с растяжкой. Давай. Вообще против всего? Они вообще против всего, да? Ну, понятно, хлеб у них есть, теперь им нужны зрелища. Ну, наверное, да. Налево смещаемся! Нам нужна другая Россия! Марш несогласных в Москве 14 апреля 2007 года. Мэрия утвердила место для митинга на Тургеневской площади. Однако российские оранжевые собрались на Пушкинской, в центре Москвы. Для них это очень важно. Огромное количество телегрупп, фоторепортеров, просто граждан с фотоаппаратами и мобильными телефонами. Сработала старая схема, по которой действовали в свое время наемники в Чечне. Они фиксировали на видео свои нападения на российские войска. Таким образом, используя телевидение как средство давления на государство и для отчета перед зарубежными спонсорами. По этому же сценарию действуют и оранжевые. Еще одна деталь. Нам стало известно, что если вы хотите попасть на работу, предположим, на Радио Свобода или в штаб Каспарову, самой лучшей рекомендацией для вас будет фотография или видео, сделанное на марше. Еще лучше, если на снимке ОМОНовец бьет вас дубинкой. Или затаскивает в автобус. Это своеобразный пропуск, который дает возможность получения грантов, мест в западных университетах, а для особенно активных и политического убежища. В летний лагерь активистов еще одной радикальной организации под названием «Авангард красной молодежи» нам пришлось добираться по горной дороге в Краснодарском крае. Они тоже за революцию, за свержение власти, но только другими методами. Теория революции для них на втором месте после практики. Их обязательно будут использовать в случае активных действий. Между собой организаторы переворотов называют этих молодых людей мясом революции. Получается, что вы все-таки не исключаете возможность того, что придется какую-то вооруженную борьбу вести, чтобы так получиться? Не исключаем, безусловно. То есть, может быть такое, что... Мы считаем, что наши активисты, они должны быть готовы к любому сценарию развития ситуации. Мы не собираемся сами, условно, инициировать какое-либо силовое противостояние. Но если оно будет инициировано властью, то мы должны иметь возможность на это ответить. А скажите, а вот каким образом финансируется этот лагерь? Это все сами складываются как-то там... Фактически да. То есть, это средство наших региональных организаций. То есть, они просто собирают, и это идет на лагерь. Ну, там кто-то может больше дать, кто-то меньше там. Подготовкой всех этих революций и в Югославии, и в Грузии, и на Украине, и в Киргизии занималась одна и та же структура. Так называемый подрядчик американского заказчика. Восточноевропейский демократический центр. Его офис находится в Варшаве. Мы поехали в Польшу и нашли его. Он был организован в 2001 году для подготовки переворота в Белоруссии. И тогда назывался Белорусской программой Американского фонда института в поддержку демократии в Восточной Европе. Спонсорами польских подрядчиков революции были и являются Freedom House, Дом Свободы, фонд Сороса, Национальный фонд поддержки демократии, фонд Чарльза Стюарта Мотта. А за всем этим стоит Госдеп и Центральное разведывательное управление, его Восточный или Русский отдел. Любое упоминание о ЦРУ и Газдепе в связи с бархатными революциями на Востоке вызывает активное противодействие российских правозащитников и прозападных СМИ. Заказчикам переворотов любой ценой надо сохранить тайну заинтересованности государственных организаций и крупного бизнеса на Западе в расчленении России. Поэтому, если кто-то начинает говорить об этом, то подвергается критике и осмеянию, его обвиняют в гонениях на демократию. На самом деле ни о какой демократии речь не идет. Сейчас в поле зрения Варшавского центра находится Россия. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан стоят на очереди. Формально задачи центра это распространение идей демократии, строительства открытого общества, образования. На самом деле сотрудники Варшавского центра занимаются другим. Ими были придуманы названия. Организации для Сербии – отпор, для Грузии – кмара, для Украины – пора. Они же разрабатывали два сценария и для Киргизии. Мирный под лозунгом «Проснись, молодежь» и силовой под лозунгом «Урвай», что значит «бей». В документах Агентства международного развития США говорится о программах поддержки демократии в России в 2007 году. На эти цели будет потрачено 28 миллионов долларов. Из них 4 миллиона – на финансирование политических партий. Через это агентство Государственный департамент США стремится повлиять на результаты выборов в России, финансируя радикальную оппозицию. А это запрещено законом и в России, и в США. В 2004 году мы снимали программу «Майдан» о тайном механизме «Оранжевая революция» на Украине. Отрывок из программы. Нам удалось также узнать, что группы украинских студентов посещали специальные семинары по методике переворотов в городе Новисад в Сербии. Занятия проходили в одном из этих отелей. Перед отъездом мы встретились с Марко Благоевичем, руководителем сербского бюро Центра свободных выборов и демократии. Он имеет опыт революционной работы в Грузии и в Белоруссии. Я не знаю, какие точно были результаты на выборах на Украине. Но если оппозиция украинская знает, а она знает, если у них достаточно информации, на основании которой они могут судить о победе своего кандидата, а у них их достаточно, то можно ли в этом случае считать давление на власть оправданным? Я считаю, что да. Не просто оправданным, а необходимым. Наш опыт показывает, что только под таким давлением, только в результате подобных действий, власть может признать, что проиграла. Только так и никак по-другому. И вот летом этого года мы встретили Марка Благоевича, профессионального оранжевого революционера, в Подмосковье. В пансионате Покровская. Там проходил семинар по обучению американской методике контроля и влияния на выборы в России. А вы из Сербии, да? Я из Черногории. Из Черногории. А здесь как, опыт передаете? Как? Опыт передаете? Ну, передаете опыт оранжевой революции деятельности? Я плохо понимаю по-русски. Простите. Сравните эти изображения. Марка Благоевич читал лекцию о влиянии на средства массовой информации. Они уже здесь, у нашего порога, агенты и профессиональные провокаторы из Сербии. Они начали практическую подготовку к перевороту в Москве. На семинаре также присутствовали сотрудники Американского агентства по международному сотрудничеству и Национального демократического института США НДИАЙ. Один из них – инструктор по бархатным революциям Марка Ивкович. Мне надо поговорить с директором одним-вторым. В Вашингтоне. Да. Ну, давайте встретимся, поговорим о том, какие у вас есть планы, что вы хотите сделать. Если какие-то тренинги, чтобы НДИ одержать, это возможно. Это не проблема, я думаю. Но если это на каком-то высшем уровне, то тогда мне, возможно, надо поговорить с Вашингтоном. Понятно. Ну, по оранжевому Россию пока не работали, да? Потому что мы не думаем о том, что Россия, возможно, при этом оранжевого. Да. Еще. Кто оплачивает эти дорогостоящие семинары, митинги, шествия, собрания и учебу? Кто выдает западные гранты якобы на демократию? Александр Брагин, 24 года, из Ульяновска. Будет баллотироваться в областное собрание, а потом в Государственную Думу. Он хорошо знает, где можно взять деньги. Я хотел по грантам спросить. Вот рекомендацию ты нам можешь дать, наша организация, чтобы мы получили вот этот грант, программу малых грантов? Если там надо, это могу. И от общественных организаций. А у тебя прям очень хороший выход на посольство Невырштадта. А в посольстве ты с кем сотрудничаешь? Ребекка Бетц позови. Это посольство США, второй санитарь. Дай я перепишу. У тебя визит кнутрен, да? Я уеду на полюсию, на пульсах. Это как степь. Это они все грантовы, да? Нет, они только гранты. Кто за политику, кто за грант, кто-то еще. Ну, дает открытый институт общества. Сорос. Да, но он идет через лондонскую экономическую школу, а не бенефициалы. Аппликаторы кто-то в России. История учит, что революция всегда пожирает своих детей. Маленькая историческая справка. В 1937 году 90% активных революционеров, которые совершили Октябрьский переворот и были комиссарами во время гражданской войны, уничтожены. Сейчас, конечно, не убивают, а просто выкидывают за ненадобностью. Так произошло с Бранко Ильичем в Сербии. О нем снял фильм русский режиссер-документалист Никита Сутырин. Это одно из остаточных явлений того, что происходит после революции или попытки революции. То есть будьте готовы к этому, имейте в виду, что такое тоже случается. Это тоже наша с вами жизнь. И к этому тоже, это тоже нужно допускать. Потому что революция – это не всегда цветы, флаги, праздничные демонстрации и деньги. Это часто вообще танки на улицах. Часто это жертвы. Революционер-романтик Бранко хотел перемен. Теперь в его глазах тоска и разочарование. Путь, которым он шел – это дорога ради дороги. Он остался один. И вот девушка. Дали Србия потребует на неких воджам? Да, да. Србия плачет на неких воджам, добрым воджам. Он, оно, где потребна диктатура, нища о демократии. Молодая прозападная элита, которая пришла к власти в результате революции, сбрасывает с политического олимпа старую элиту, менее лояльную к западу. Вот и все. И больше ничего. Никаких гильотин на площадях, никакой борьбы с коррупцией, ни настоящей заботы о маленьком человеке. Ни о каком земном рае речи не идет. Все остается по-старому или становится еще хуже. Иначе и быть не может, ведь молодая революционная элита и до этого жила неплохо на западную помощь. Система грантов – это гениальная находка политтехнологов из Штатов. Люди идут туда, получают стипендию, вернутся. И уже они возвращаются как агенты влияния, скажем так. Они имеют свои корни, свои отношения. В основном они убеждены, что американская система надо распространять везде. Это называется экспортирование, активное экспортирование демократии. Я бы хотел поблагодарить этих замечательных людей из Восточной Европы, с которыми я недавно познакомился. Добро пожаловать! Спасибо вам за то, что вы подаете пример. Спасибо вам за ваше мужество, вашу самоотверженность. Демократическая волна появилась здесь 15 лет назад. Сегодня она дошла до Грузии и Украины. В один прекрасный день зов свободы услышит каждый ум, каждая душа. Однажды ветер свободы достигнет каждого народа, каждой нации. Да благословит вас Господь! Что не нравится американцам сейчас при президенте Путине? Что Россия поднялась или пытается подняться с колен. Можно вспомнить о величии России, как державы, насчитывающей тысячелетнюю историю. Это не нравится. Потому что в американских представлениях это государство должно было исчезнуть, раствориться, распасться на фрагменты. В Якутии ведется уже не первое десятилетие работа по воспитанию национального самосознания якутов. Ведется она американцами, японцами. Смысл такой. Отделяйтесь, а мы будем только помогать вам обустроить вашу территорию. Добывать будем на вас алмазы, нефть или еще что угодно. Еще в период Советского Союза один американский ржейн, венгер, по происхождению ставил вопрос о том, что богатства Сибири не могут принадлежать одной нации. Потом это подхватило Олбрайт, потом Кандализа Райс, потом появилась книга «Проклятие Сибири», что царская Россия не могла управлять Сибирью, и тем более Советский Союз не могла. В этой книге выводится норма. Сколько должно проживать людей на квадратный километр территории для того, чтобы эта территория считалась принадлежащей, соответственно, к России или к какому-либо другому государству? Пять человек. Если меньше, то это терранолис, ничейная земля. На нее могут претендовать все. Американский президент говорит, что одна из целей войны в Ираке это установление демократии на Ближнем Востоке. А недавно бывший главный финансист США Алан Гринспин сказал иное. Для чего нужна была эта война? Мое представление о войне, да, это все было из-за нефти. Так и у нас в России. Им нужна не демократия и свобода, а это огромная, красивая, щедрая земля, где много богатств. И время, как они считают, уже настало. Академия Субтитры создавал DimaTorzok Для кого-то стали неожиданными Человека закона в эфире, что я Алексей Пиманов Не знаю, выдам ли военную тайну, но что-то подобное с событием первой послевыборной недели ожидалось Сразу о плюсах Оживление политической жизни, желание людей донести свой голос до самого верха Это нормальный, понятный всем процесс любого демократического государства Конечно же, если все происходит в рамках закона Как было в прошлую субботу на Болотной площади или в понедельник на Манежной Самое главное, чтобы этот плюс не превратился вдруг в огромный минус Когда кто-то решит переступить черту, за которую, и это понимает, по-моему, подавляющее большинство Лучше не заходить Потому что там, за чертой, мы все станем стадом баранов Которых в очередной раз с помощью не раз опробованных технологий Погнали в сторону очередной цветной революции А там дальше хаос и потери суверенитета Поверьте, я знаю, о чем говорю У меня в руках книга, которую, считаю, сейчас нужно изучать всем, кто интересуется политикой И не только им Она уникальна Называется «Исповедь экономического убийцы» Написал ее американец, бывший сотрудник спецслужб Интервью с которым вы сегодня увидите Когда я прочитал эту книгу в первый раз, то испытал чувство жгучего стыда Потому что с моей страной в 90-е годы поступили так же, как с какой-нибудь банановой республикой Смотрите, сами делайте выводы Удивительно, но вот этот представительный статный седовласый мужчина с голливудской улыбкой – убийца Правда, в его руках никогда не было ни холодного, ни огнестрельного, ни какого-либо другого оружия Его жертвы – это не конкретные люди, и даже не группы и сообщества, а целые страны Он лично участвовал в уничтожении Панамы, Саудовской Аравии, Индонезии, Колумбии, Эквадора, Ирана, Камбоджи, Ирака Список достаточно длинный Ибо более 20 лет своей жизни Джон Перкинс посвятил сокрушению государств Кто он? Экономический киллер Мы создали первую поистине глобальную мировую империю И впервые в истории империя была создана преимущественно невоенными средствами С помощью экономических убийц Мы действовали разными методами, но самый простой был, когда мы находили в странах третьего мира ресурсы Которыми хотели завладеть наши корпорации, например, нефть И выделяли им огромные кредиты через мировой банк и его партнеров При этом деньги шли в карман нашим же корпорациям за строительство в этих странах технопарков, дорог или тех же объектов электроэнергетики В 2007 году американский писатель, талантливый экономист, успешный бизнесмен Джон Перкинс Выпустил книгу, которая стала сенсацией В ней он поведал о своей четвертой ипостаси О том, как работал на правительство своей страны и действовал в интересах некой корпоратократии Корпоратократия – это тоже люди, мужчины и женщины, которым принадлежат крупнейшие корпорации И это на самом деле никакая не тайна, им не нужна конспирация Они по большому счету ничего не делают нелегально, но они как раз контролируют и правительство США Через финансовые институты и большую часть правительств мира Они контролируют основные СМИ, напрямую владея ими или их рекламными бюджетами И этими людьми движет одна единственная идея – извлечение максимальных прибылей Именно эта идея и ее исполнение создало сегодняшнюю неспокойную и нестабильную ситуацию в мире В котором всего 5% населения США потребляют 25% всех ресурсов А в это время множество детей, примерно 35 тысяч, ежедневно умирают от голода и болезней во всем мире Итак, действия по так называемому порабощению государств происходили следующим образом К примеру, правительство Соединенных Штатов заинтересовано в получении контроля над Панамским каналом Первый вариант – привести к руководству этой страны своих протеже Второй – разными путями уговорить нынешних управленцев под видом консультанта по борьбе с экономической отсталостью Взять на работу того самого экономического киллера А уж его задача, если говорить простым языком, максимально запудрить мозги Мол, лет через 10-15 у вас наступит процветание Вы будете способны давать огромный прирост экономике в год Но сейчас, в самом начале пути, надо привлечь наши американские компании У вас нет на это денег? Возьмите кредиты в Международном валютном фонде или Всемирном банке Потом легко отдадите В такой схеме обогащались наши корпорации и несколько семей, составляющих элиту этих стран В то время как основная масса населения оставалась все так же бедна Слишком бедна, чтобы платить за то же электричество или ездить на машинах по тем же дорогам Таким образом, страна попадала к нам на долговой крючок В какой-то момент мы приходили вновь и говорили Ребята, вы не можете расплатиться, мы дадим отсрочку Но за это вы снабдите нас дешевой нефтью, будете голосовать в ООН так, как надо нам Или пошлете свои войска в помощь нашим куда угодно Например, в Ирак Если они отказывались в дело, вступали уже совсем другие люди Мы зовем их шакалы В книге я описываю пару таких ситуаций в Эквадоре и Панаме Это те, кто устраивают перевороты, свергают правительство или даже ликвидируют их лидеров В единичных случаях, когда даже шакалы проваливались, как в том же Ираке Мы посылали туда войска Вот так мы и построили эту империю И в этом ее отличие от других, создававшихся в мире путем захвата чужих земель То есть с третьесортными странами никто особо не церемонился Их просто потрошили и ставили на их территории свой флаг Мы в развитых странах являемся потребителями ресурсов А страны третьего мира их поставщиками Это колониальная система, созданная для того, чтобы страны, обладающие мощью и силой Но испытывающие недостаток ресурсов, эксплуатировали страны, владеющие ресурсами Но слишком слабые, чтобы защитить себя Ирак, Ливия, Египет сейчас В 90-х годах Россия Вспомните американских консультантов правительства Гайдара Приватизацию нефтянки Огромные кредиты МВФ А в конце цепочки дефолт 1998 года Все по схеме, описанной Перкинсом Кстати, у самого автора бестселлера В 80-х годах хватило мужества выйти из системы Хотя он понимал, чем это может для него закончиться Я не мог больше терпеть этого Я устал даже просто молчать об этом И тогда я решил написать книгу Я связывался с другими экономическими убийцами и шакалами Чтобы услышать их истории Мне угрожали Предлагали деньги и большие Только чтобы я ничего не писал У меня была маленькая дочь И я действительно боялся за жизнь Я бросал писать несколько раз Но вот после 11 сентября Когда я пришел на Граунд Зеро Я стоял там и понял, что должен написать Американцы имеют право знать и эту Темную сторону нашей внешней политики И в этот раз я решил, что уже никому не проболтаюсь Что возобновил работу Даже жена и дочь ничего не знали А когда книга была уже на руках Я обратился к одному знакомому агенту Который разослал ее в десятки издательств Это и стало моей лучшей страховкой Каждый шакал знал, что случись со мной что-либо И если меня, допустим, застрелят Книга разойдется по миру Она и так популярна Большие тиражи Передена на 30 языков Но ведь могут всплыть и другие секреты Так мои книги стали моей лучшей страховкой Кстати, на вопрос журналистов Одного из российских информационных агентств Считает ли Перкинс, что кредиты, которые получала Россия в 90-е годы От Всемирного банка, МВФ и других мировых финансовых организаций Были частью той же самой схемы Автор бестселлера заявил Цитата Я никогда не работал с Россией Поэтому не могу никак оценивать эти кредиты Но я подробно описал схему По которой экономические убийцы Работали в Латинской Америке и на Ближнем Востоке Россияне могут делать выводы самостоятельно Конец цитаты Итак, схему обкатывали уже несколько десятилетий Иностранных третьего мира А тут вдруг рухнул Советский Союз Кто бы мог подумать, что вслед за Эквадором Панамой точно так же сумеют экономически убить и мою страну С огромной экономикой, ядерным оружием И статусом сверхдержавы Если кто-то сомневается или забыл Что с нами работали по той же схеме Смотрите и слушайте дальше Эти знаменитые кадры воспринимаются сегодня Как некие символы краха великой сверхдержавы Впереди были реформы Но мало кто понимал, насколько они будут тяжелыми Катастрофическое падение производства Гиперинфляция Обнищание основной массы населения Организованная преступность И странные, не поддающиеся логике решения власти Например, о приватизации нефтяной промышленности С допуском иностранных компаний Зачем? Какой в этом был смысл? И с первой части разговора Вы, наверное, поняли какой В Холодной войне было два воюющих страны Одна из них капитулировала Значит, кто победил? Но это так по-другому никогда не называется Они победили Результаты этой победы Победы современной То есть не танками, самолетами А победой политическими инструментами В результате этой победы были установлены Некоторые правила игры И эти правила, конечно, лишили России Часто суверенитета Стоит ли удивляться, что лишившись Основного своего источника доходов Российский бюджет сжался, как шагреневая кожа Не было денег ни на армию Ни на бюджетников Ни на структурные реформы экономики Из-под нас просто вышепли стул А ведь параллельно развивался процесс приватизации И уничтожение огромного числа Наших конкурентоспособных предприятий От ВПК до авиационной промышленности В 90-е приехало просто несколько десятков тысяч Американских советников Которые создали Исполнительную вообще власть в стране Просто создали Российскую Федерацию Как государство Все законодательство Российской Федерации 90-х годов было написано американцами Ну, писали-то, может, его и много Наши специалисты Но под гранты Соединенных Штатов Америки И среди таких законов Было знаменитое соглашение О разделе продукции Многие сейчас уже забыли Об этом «великом» в кавычках законе Но мы напомним В соответствии с законом Соглашения о разделе продукции Российские недра Непосредственно 264 объекта Недра пользования То есть нефть, газ Другие природные ресурсы Не входили в российскую юрисдикцию То есть это означает, что их не было То есть по нашему закону Мы на нашей территории не признавали эти недра Как российские То есть газовые и нефтяные кладовые Вроде бы российские Ведь мы их из недр нашей родины Матушки извлекаем И в то же время на качалках Логотип значится Например, какой-нибудь фирмы Shell В России от добываемых нефтедолларов Оставались какие-то крохи Основная же часть уходила Что называется На гамбургеры Страну мечты Они потребляют От 40 до 50 процентов ВВП мира При производстве 7 процентов Если мы уберем Сферу услуг Вот разница Это их дань Вернее, дань для них Которые Они получают по праву Законного победителя По-другому в мире Никогда не было Стоит ли удивляться Что в 1999 году Золотой запас Огромной России Составлял смехотворную сумму В 10,7 миллиардов долларов Для сравнения У маленькой Латвии Он сейчас Около 7 О каком суверенитете И независимой политике Можно было тогда говорить А в начале 2000-х Соглашение о разделе продукции На удивление американцам Которые в тот момент Планировали поднять цены на нефть И пустить их на борьбу С Китаем и Европой Было отменено На это надо было решиться Потому что на руководителей После Ельцинской России Сразу полились потоки грязи И прежде всего Из США Любая борьба Это тяжелая вещь Особенно борьба за деньги За ресурсы Это взрослые Жесткие Жестокие игры И, кстати, прямо с этим связаны Сплеск терроризма Который тогда наблюдался Потому что Пытались ослабить власть Национальную власть Которая начала проводить национальный курс Соответственно, запустили Террористические программы Из-за рубежа Запустили Механизмы давления Есть мнение Очень уважаемых экспертов Что именно Невиданное в истории Ограбление России В 90-е годы 20-го столетия Оттянуло на 20 лет Приход Жесточайшего кризиса В западную экономику В 2000-х Россия отказалась Быть дойной коровой Которая гонит на запад Дешевые нефть Газ Лес Металлы Уникальные разработки Своих ученых Технологии Лучших специалистов Могло ли это кому-нибудь понравиться? Конечно, нет Оставят они нас в покое На этот вопрос Пусть каждый ответит Себе сам Повторю некоторые цифры В 1999 году Золотой запас России Составлял 10,7 миллиардов долларов Это была страна-банкрот С развалившейся армией Коррумпированной спецслужбами Кучкой олигархов Которые контролировали Почти всю экономику страны Ныне Золотовалютные резервы России Третьи в мире Почти 700 миллиардов Именно они позволили Устать в кризис 2008 года Именно они позволяют Начинать пусть и медленный Но все же поворот Нашей экономики К высоким технологиям Именно они И постепенно возрождающаяся армия Дает возможность Разговаривать на равных Почти с любой страной мира И не пускать в Россию Очередных экономических убийц Сразу после выборов в Госдуму Не дожидаясь официальных результатов Хиллари Клинтон Сделала ряд странных Для непосвященных заявлений Как будто спешила Кому-то дать сигнал Прошла неделя О своем намерении вернуться Весной в Россию Заявил Борис Березовский Дальше думайте сами Особенно 20-летние Которые выросли в сытые двухтысячные Понимаю Ничего другого вы не знаете Человек-азаком был в эфире В студии Алексей Пиманов Увидимся как обычно На Первом канале 22.30 Главный идеолог Джин Шарк Впервые предельно откровенно Как цветные технологии Внедряют в России Преступления пусть сирают Грязные пляски Посадить или простить Где предел толерантности И казни на площадях И престарелые принцы Демократия от Саудовской Аравии Что творят в Сирии Наемники-саудиты Это Вести недели Один из главных идеологов Протестных движений И всех цветных революций Последнего времени Джин Шарп Вчера дал нашей программе Откровенное интервью Для многих оппозиционеров Его книги стали Практическим пособием По подрыву действующей власти Методы опробованы И на Украине И в Грузии Из последнего Арабская весна На Ближнем Востоке Что думает Шарп О ситуации в России И как характеризует Нашу оппозицию Из США Репортаж Михаила Солодовникова Институт имени Альберта Эйнштейна Скрывается за этой Неприметной дверью В жилом И не самом благополучном Квартале Восточного Бостона Здесь на первом этаже Среди вороха Бумаг Книг Непрочитанных газет Живет и работает Легендарный Джин Шарп Он с трудом спускается Со второго этажа Своей квартиры И просит нас Не снимать Это путешествие По крутой лестнице Профессору 84 года Шарпа прославили Его методические пособия По организации Ненасильственной революции Особенно инструкция По свержению правительств 198 Ненасильственных действий Все по пунктам 38 Марши 42 Автоколонны 137 Стоять на месте Если власти требуют Завершить митинг Пункт 141 Гражданское неповиновение Несправедливым законом Ненасильственная борьба Это не система Исполнения закона Это система борьбы Без использования насилия Есть хорошие законы Есть очень плохие Поэтому люди Сами должны решать Нарушать ли им законы Продолжать митинг на площади Или мирно разойтись И выйти в другой день Теория Джинна Шарпа Появилась в нужном месте И в нужное время В Америке В период разочарования Войной во Вьетнаме То, что предлагал Шарп Это свергать Неугодные правительства Без использования военных Без жертв Это военная технология Это заменитель войны И другого насилия Джин Шарп Рассказал в интервью Вестям недели Что книгу От диктатуры К демократии Он писал Специально для Бирмы Но технология получилась Абсолютно универсальной Какой эксперимент Он считает самым удачным Можно судить по апостерам В рабочем кабинете Готов же Это лозунг сербской революции Конец ему А почему вы удивляетесь Было время Когда американское руководство Полагало Что восточная Европа Все время будет коммунистической И однажды наступит день войны Когда американские силы И силы НАТО Начнут наступление На коммунистические страны Но этого не случилось В Восточной Европе Больше нет коммунистических стран Пожилой ученый Следит за событиями в России Но такие акции протеста Как Белое кольцо в Москве Его не впечатлили Шарп объяснил Технология моя Ее использовали в августе 89-го в Прибалтике Но как? Тогда было 700 тысяч человек Которые выстроились В живую цепь Длиной 600 километров В 91-м году Как мы называли Живая цепь Выстроилась из Вильнюса В Ригу и Таллин Все объединились Все стояли Держась за руки Вот это было событие Гораздо масштабнее Чем то Что имело место В Москве недавно Инструкции простые И импровизировать не надо Советует автор Вот например Созывать акцию Против результата выборов Которые еще не состоялись Еще до дня голосования Опытный вдохновитель Революции Не рекомендовал бы Это настоящий фальстарт Слишком поторопились Организаторы митинга Нельзя созывать Митинг протеста Против выборов До того Как сами выборы Случились Технические приемы Джина Шарпа Использовали На всех континентах Его инструкции Переведены на 34 Иностранных языка В том числе Русские Он не политик А ученый-теоретик И исследователь Шарп изучал Исторический опыт Особенно Российский Революции 1905-го И 1917-го Систематизировал Издал Воспитал учеников Например Литовца Аудриуса Буткевича Оцениваю Действия Оппозиционных слов Как детскую игру Я знаю Аудриуса Мы вместе боролись В 91-м Я рад, что он в новостях Он знает, о чем говорит Он прекрасно представляет Что такое Ненасильственная борьба Джин Шарп Тепло Отзывается Буткевича Он один из лучших учеников Приезжал к нему в Бостон Учился в Гарварде Писал книгу Не без помощи Шарпа Теперь в скромный офис Заваленный пыльными книгами Спешат новые воспитанники Вот, например, Усама Манаджет Сириец Живущий в Лондоне Усама при встрече Заключает профессора в объятия Седой ментор Консультирует его С 2006-го года Как свергнуть Режим Асада Восстание в Сирии Поясняет Усама Отличается еще более Высокими технологиями Ему даже в Дамаск Не надо ездить Он в своем офисе В Лондоне Собирает через интернет Видео столкновений И рассылает По телеканалам Тактика Джина Шарпа И его теории Воплощается сейчас На улице к Сирии Как раз в тот момент Пока мы говорим Джином Шарпом Высторгаются Его ненавидят Ведь он Агент ЦРУ Ответственный За проникновение Америки В другие страны Если верить Иранскому телевидению Вот этот ролик Где Седой Шарп Джон Маккейн И Джордж Сорос В Белом доме Затевают очередную революцию Да, меня вдохновило Свяжение Мубарака Признался нам Седой политтехнолог Но не я это сделал А египтяне Шарп недавно Освоил компьютер Но Твиттера Аккаунта в Фейсбуке У него нет Он едва справляется С электронной почтой Вот инструкция На дверном косяке У рабочего стола Цитата После того Как написал письмо Не забудь В конце Нажать кнопку Отправить Кто же он такой Джин Шарп Крестный отец Цветных революций Удачливый Публицист Ученый Политолог Или агент Американских спецслужб То что было И то что остается Делом его жизни Это теория Гражданского Неповиновения Которая стала Не только политической Но и военной технологией Сам Шарп Очень откровенно И очень точно Говорит о себе В короткой биографической Сноске К этой книге Работа автора Имела прямое влияние На движение Сопротивления В России Самая яркая деталь Книга вышла Четыре месяца назад Михаил Сладовников И Андрей Салемани-Лежнев Вести неделя Бостон Вашингтон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин